приветствую дорогие друзья как меня слышно как видно поставьте пожалуйста 10 если хорошо пятерочка не очень единичка так себе ага 10 да хорошо тогда и мы начинаем наш вебинар не будем скажем у нас сегодня мы быстро постараемся в максимум полтора часа потому что после нас сразу же будут проходить мероприятия на англоязычной аудитории армад мурникс будет вести и на итальяноязычной аудитории поэтому жалбы и так приветствую дорогие друзья сегодня 30 апреля 2019 года тот отмечает маевки майские праздники 1 мая день туда мы как это дети рожденные в ссср дети советского союза до ссср мы помним эти праздники всегда ждали природа шашлык мошлык чё там еще да скажите кто завтра будет моёк отмечать есть и плюсики поставьте есть да но отлично тогда хорошего вам там шашлыка-машлыка я знаете это секрет выдаю значит если найдете где-то сосиски тоненькие сосиски с сыром беконом закручиваете это моя фирменная и на барбекю на решетку максимум 10 минут делается ну вот один раз попробуйте больше мясо есть не будете хотя иногда мясо тоже хочется но на завтра как всегда я купил тоже таких сосисек так что всем рекомендую ну что дорогие друзья немножко поздравлений с майскими праздниками у кого нет майских праздников когда он хорошей работы и давайте как всегда мы сделаем опрос который раз вы навстречу у нас да значит запускаю опрос кто к сожалению с девайсов с гаджетов слово такое гаджеты да с девайсом то есть телефоны и так далее значит у вас конечно же может не высвечиться этот опрос его можно посмотреть только через компьютер даже через планшет он не появляется насколько я знаю раньше так было добрый вечер пешкек всегда мы делаем опрос ну а я вкратце расскажу о чем мы сегодня поговорим на сегодня себя закрою покажу вам а вы пока отвечать программу вебинара последние новости с карьер с вигой криптоюнита статус компании позволяет реализовать ваши мечты очень быстро и мы поговорим сегодня с вами а статус компании который у нас есть кстати кто мне напишет какие у нас ранги в компании какие статусы есть такие люди напишите там у нас два ранга если не ошибаюсь или три и ранга да и восемь статусов если не ошибаюсь шесть статусов вернее так вот мы поговорим о статусе о важности статуса которые позволяют вам реализовать ваши мечты за очень быстрое время дальше предстоящие события планы на май программа лояльности от криптоюнит что это такое отчет по программе криптоюнит и вопросы-ответы будем отвечать на вопросы вот такие сегодняшние наши темы и у меня вопрос к вам кто любит получать подарки и сюрпризы если такие люди поставьте три плюсика и более кто любит получать сюрпризы но вот сегодня у вас будет сюрприз уже 6 до 8 по 8 числа воспользоваться этим сюрпризом мы сделали доделали некоторых скажем программный продукт который мы думали что через три месяца но возможность появилась уже сейчас уже месяц нам это запустите и сегодня вам расскажу что это такое благодарю всех за ответы я останавливаю опрос 92,7 процента у нас люди которые второй раз и более первый раз 7 и 3 процента дорогие друзья очень важно чтобы на таких мероприятиях было как можно больше людей вот если я хочу сказать вот поставьте 5 плюсиков кто хотел бы понять как быстро развить свою структуру есть такие люди отлично тогда смотрите и запишите ответ если на таких встречах у вас будет присутствовать более 50 процентов новых людей вы разобьете структуру очень и очень быстро это гарантирует 1000 процентов ну пойдемте дорогие друзья по теме и так я андрей ховратов кто не знает меня являясь генеральным директором группы компаний с вик с kvn western group я являюсь автором создательном и генеральным директором обучающего проекта академия частного инвестора и генеральный директор ооо академии частного инвестора на солнце и на образовании пока это только москва сейчас мы будем расширяться в европе в Соединенных Штатах, в Англии и в Индии. То есть моя цель в этом году – еще две страны добавить и получить лицензию на образование в других странах. Введение новых профессий, такие как менеджер многоуровневого краудинвестинга, инвестиционный консультант, инвестиционный менеджер и магистр по профессии менеджер многоуровневого краудинвестинга и магистратура именно инвестиционных наук. Это вот четыре такие профессии, пять таких профессий, которые мы хотим внедрить в течение следующих лет. Я являюсь многопрофильным профессиональным инвестором, автором программы CryptoUnit, магистром по профессии менеджер сетевого бизнеса. В номинации 2018-2018 году по версии журнала Нейлон Ричи и бизнес-журнала Financial Times меня признали как лучшим коучем-бизнес-тренером по финансовому и инвестиционному развитию личности. И в этом году в Казахстане мне назначили и вручили награду. Я являюсь председателем инвестиционного совета Международной ассоциации генерала Мира за мир. Также мне в феврале месяце вручили орден бизнес-славы в России за успешное управление. В общем, не буду пересылать, там много орденов и медалей, которые меня еще наградили. Но я, наверное, как бы человек бывший военный, люблю медали, люблю ордена. Как мне папа сказал, пора такую вот вешать ленту, куда вешать все ордена. Наверное, так скоро и сделаем. Итак, дорогие друзья, последние новости апреля 2019 года. Давайте договоримся так. Вопросы будут потом в конце в самом. Сейчас я попрошу отключить чат. Я буду включать чат, когда буду задавать вопросы. Все вопросы, пожалуйста, в конце будем задавать, и я буду отвечать. У нас будет выделено время 15 минут на максимум 20 на вопросы, на ответы на ваши вопросы. Итак, 16 апреля состоялся юбилей 70-летия Анатолия Дарча Янистского. Ровно 5 лет назад, не ровно, чуть-чуть больше, чем 5 лет назад я познакомился с Анатолием Дарча Янистским. Тогда ему было 65, сегодня 70 лет. Хочу сказать, он сегодня моложе выглядит, чем тогда. И на 70-летний юбилей у нас была группа наших директоров. Нам пригласили 20 наших представителей SkyVMVS-групп. Мы поздравили его очень хорошим подарком. Сейчас я скажу, какой подарок. И он презентовал свои монографии, струнные транспортные системы на Земле и в космосе. То есть это монография, которую он написал еще лет, наверное, 10 назад. У меня есть вот эта книга, которая вы видите, плюс золотая такая, с золотыми страничками. Папа мне сейчас читает ее, такая толстая. Знаете, по голове следать, то мало не покажется, наверное. Так вот, дорогие друзья, что хочу сказать, что в этот юбилей мы, все директора, были рады тому, что мы знакомы с этим человеком. Если вы посмотрите видео, вот команда из Казахстана во главе с Джамилой Джасубековой и команда SWIG сделали подарок на день рождения Анатолии Тащеническому SkyVay to Universal. То есть биографический фильм об Анатолии Яницком. Очень красивый фильм. Я вам скажу, когда первый раз смотрел, я один раз, меня так немножко на слезу пробило. А когда мы там в зале смотрели, раза три у меня были моменты, когда на слезу пробил этот фильм. И очень сильный фильм, я хочу сказать, очень прекрасный фильм. И я говорю в этом фильме, потом в конце, что я горжусь тем, что мы знакомы с Анатолием Дорчевичем Юницким, он является нашим современником. Когда-то мы говорили, что Анатолий Дорчевич Юницкий — это да винчи нашего времени. Ну, я сегодня не говорю так, я говорю, это Юницкий нашего времени. И я думаю, что те разработки, которые в ближайшее время внедрятся благодаря тому, что он создал, и мы с вами поможем, я думаю, внедрить эти разработки в мире на планете Земля, эти разработки будут гораздо круче, чем Леонардо да Винчи разработал те тогда направления, которые были в 15 веке, кажется, или 15 или 16 век, кажется, 15 век, если не ошибаюсь. Так вот, дорогие друзья, посмотрите, кто не видел этот фильм еще, если можно, Ника, пускай, скинь ссылочку на этот фильм, пускай все люди посмотрят этот фильм, передайте своим знакомым, близким, особенно передайте вашим партнерам, всех, кого вы зарегистрировали или кто зарегистрировался у нас в SkyOS-Виге, пускай посмотрят этот фильм, пускай посмотрят, что с детства Анатолий Дорчевич Юницкий мечтал о том, чтобы сделать то, что он сейчас делает, дорогие друзья, и поэтому эта мечта не 40-летней давности, а эта мечта, я думаю, с детства, когда ему было еще 9 лет, и это мечта, которую несет на протяжении всей своей жизни, дорогие друзья, поэтому рекомендую. Разблокируйте, пожалуйста, чат, кто у нас сегодня помогает нам, чтобы Ника скинула фильм. Скиньте, пожалуйста, фильм. Но, вот видите, вот эта книга, эта монография, дарит Анатолий Дорчевич Юницкий шейху Шарджи. Это шейх Шарджи, который с его разрешения сейчас в Шарджи строится, скажем так, экотехнопарк. И вы видели, наверное, последние новости. Мы не стали уже... Вот Клавдия пишет, очень классный фильм, действительно классную версию. Это подарок именно от нас, от Жамели. Очень замечательный фильм. И когда вам грустно, смотрите этот фильм и понимайте, что человек на протяжении всей своей жизни, 60 лет фактически, 61 год, он несет эту мечту и сейчас ее внедряет в жизнь. Вот такие люди великие, как шейх Шарджи, лично получает подарок Анатолия Дорчевича Юницкого, его монографию. И, кстати, это тот человек, который вы видите сейчас на фотографии шейха, которому очень интересно направление именно Spaceway, космического направления компании Skyway Spaceway. Потому что люди, у которых все есть на планете сегодня, это богатейшие люди, вот шейхи арабские, да, и те богатейшие люди, которые сегодня заботятся о будущем своего поколения, понимают то, что хочет сделать Анатолий Дорчевич Юницкий. И то, о чем он заявился, это вообще дорогого стоит и с таким человеком. Вот лично мне очень, я горжусь тем, что я знаком с этим человеком, и я не просто знаком, а еще и помогаю реализовать его мечту в действии. И вот это мне добавляет еще больше энергии, сил и, скажем, возможности двигаться дальше с этим замечательным человеком. Я очень хочу, чтобы все его мечты, сейчас вы увидите, да, потому что следующее, то, что мы разработали с программой CryptoUnit, это одна из главных целей, чтобы быстрее помочь вывести это все в реальность, в экономику, и чтобы это реализовать за очень короткий срок. Я очень верю, верю на тысячу процентов, что мы можем очень быстро все это реализовать. Далее, если говорить о новостях SkyWay, струнный транспорт на 3D Experiences Forum в 2019 году, где проектная организация SkyWay приняла участие в мероприятии, посвященном цифровизации экономики и промышленности. В данном случае вы, наверное, знаете, что разрабатывается токен SkyWay Token, это будет валюта, такой криптовалютой SkyWay, но это не просто будет криптовалюта, это будет создан блокчейн, сегодня компания этим работает, и почему задержки идут по обмену, часто и вопросы надо будет задавать Андрей, когда уже то, что мы обменяли в личном кабинете, мы получим уже токены SkyWay, да? Именно говорить о токенах SkyWay, ребят, но то, что компания планирует сделать, именно в токенизации и в блокчейн, автоматизации и регулирования, никто еще в жизни никогда этого не делал, и поэтому сейчас это все делается, и в ближайшее время, я думаю, посмотрите за новостями, я думаю, до Экофеста в этом году, скорее всего, все произойдет, может быть, на Экофесте, поэтому, дорогие друзья, терпение, и я знаю, что делает компания, это очень великий проект, я вам скажу, очень сильный проект, потому что, представляете, автоматизация управления полностью всеми процессами SkyWay, логистики, транспорта, жизнеуклада, то есть это, ну, вы себе не представляете, то, что там планируется делаться компанией, Анатолий Дачи Милинским, да, во-первых, это он все прописал в монографиях, кто в монографии эти почитает, вы почитаете, что даже о цифровой валюте, он там писал это еще 30 лет назад. Дальше, инновационный центр SkyWay, когда слово уникальный, не преувеличение, дорогие друзья, это действительно вот красивые, жженные вот эти вот, скажем, как правильно сказать, опоры, поддерживающие опоры, по которым будет двигаться транспорт, они действительно очень красивые, очень уникальные, соответственно, соответствуют именно Арабским Эмиратам, то, что они вот сейчас делают. И еще одна такая вот новость, очень серьезная, новая трасса достраивается в Экотехнопарке, я думаю, она будет представлена на Экофесте в этом году, в ближайшее время мы получим новости, когда будет Экофест, я думаю, все это вы узнаете. И, дорогие друзья, если говорить о новом формате инвестиционного обучения в Академии частного инвестора, то в мае месяце, по средам в 13.30 по московскому времени, «Миллионер за год» это бесплатное образование от Академии частного инвестора, и в субботу в 11.00 мастер игрения финансов. И это абсолютно совершенно новый, насыщенный обучающий курс, онлайн-вебинары с лучшими учителями от Академии частного инвестора, вгубленное изучение главных тем Академии частного инвестора, и огромное количество важной информации, которая поможет вам за очень короткий срок выработать правильное инвестиционное мышление и стать на блеск. И если говорить о курсе, основе 8 курсов частного инвестора, базового обучения частного инвестора, то первое из той человек, которые сдадут тест-вопросы, мы примем на обучение курса без оплаты. Огромная просьба скинуть анкету, кто еще не заполнил, кто ее заполнял, у вас есть возможность еще один из вебинаров пройти с 11-го, 10-го численно 10-го. Так, что у нас в мае? 8-го апреля, и уже 8-го мая, и 15-го мая в 14-15 минут у нас стартует обучение, основа 8 курсов, базового обучения частного инвестора. Вы можете в личном кабинете посмотреть, что это за курс, стоимость его 1000 юнитов, 1000 долларов, но для первых 100 человек он будет вообще бесплатно, потому что этих 100 человек мы хотим найти кандидатов на инвестиционных консультантов, которые будут у нас работать, и которые будут зарабатывать минимума 1000 долларов и более зарплаты как инвестиционный консультант. Ну, еще и расширяя сеть, если вы того желаете и хотите. Дальше, дорогие друзья, вот если говорить об основах 8 курсов, они начинаются уже с 15-го числа, в 15-й ноль у нас будет раз в неделю проходить этот курс. Всего 8 занятий будет по этому курсу. Можете посмотреть, какие темы мы там разбираем. Что это за курс, какие темы мы там разбираем. Ну, а теперь давайте поговорим. Статус компании позволяет резервать ваши мечты очень быстро. Вот поставьте, пожалуйста, плюсики, кто хотел бы жить жизнью вашей мечты уже через 3, максимум, 3 месяца. Поставьте, пожалуйста, плюсики. Ну, допустим, 3 плюсика. Поставьте 3 плюсика, кто 3 месяца, и 6 плюсиков. Отключите чат, пожалуйста, а то пишут и не видно. Через 3 месяца, 6 плюсиков, то в течение 6 месяцев. 4, 5, 6. Смотрите, дорогие друзья, многие люди думают, что нужно заработать денег для того, чтобы купить машину. Многие думают о том, что нужно заработать денег, чтобы купить жилье своей мечты, машину, которую они мечтают, и так далее, и так далее. Но это лишь только неправильный способ видения того, как вы можете жить жизнью вашей мечты. Давайте я вам расскажу, почему, во-первых, карьера влияет на ваш рост и потенциал вашего дохода, а второе, как нужно правильно мыслить, я послушаю, не понимаю, что я сейчас скажу, а лучше запишите. Потому что многих людей учат немножко неправильно с позиции того, что нужно заработать денег, чтобы купить себе машину. И ты будешь уже ездить на машине своей мечты. Например, человек хочет, вот как я все время хотел, BMW X6. Когда они вышли, в 2003 или 2004 году вышел этот автомобиль. Я когда увидел, обалдел, я хотел, и купил его себе через... в 2000-2015 году, да? В 2016 году. До этого у меня была Murano, ну, ничем не хуже BMW, но до него было круче, да? И Murano, и потом еще Mitsubishi был у меня, тоже вот Landrex L, такой на Lexus похож немножко, да? Тогда на старый Lexus. Я почему-то назову Lexus, может, мне кто-то поправит. Ну, прикалуйся, Lexus. Он для меня не Lexus, а Lexus. Вот сейчас себе Lexus возьму 570. Ну, для статуса, скажем, положенного, да? Так, белого цвета, с коричневой кожей, или с вишневой такой кожей внутри. Так вот, сейчас, ну, я его куплю, скажем так, да? Однажды я определил, как можно жить жизнью вашей мечты уже, для того, чтобы повысить свой статус, именно внутренний статус. Естественно, статус компании вам поможет быстрее поднять, получить вашу мечту. Так вот, посмотрите. Первое. Машину, которую вы хотите купить, ну, предположим, да? Вот я хотел купить BMW тогда, в 2004 году, и в 6, да? Ну, к тому времени, пока я смог его себе купить, он уже не был таким топовым и популярным, да? И вот, времени-то проходит много. Ну, купил не потому, что через 10 лет, а через 12, потому что, ну, там что-то, ну, были трудности, конечно же, но вначале, там, муран у меня был, кредит я купил, да? И как банки нам говорили, покупать кредит и езди уже на своей мечте. Всё это чепуха, дорогие друзья. Выкиньте из головы вообще понятие кредитов. Кредиты разрушают мышление, кредиты разрушают личность, кредиты разрушают полностью ваше финансовое будущее. Это кредиты, это рабские, вот, наручники рабства, которые создают в человеческом мозгу некий такой элемент беспомощности и беспомощности и хаоса. Но если вы ставите себе пример, я хочу купить себе машину, ездить на машине, купить машину, и хочу через три месяца уже, да? Второй элемент. Я хочу жить в квартире своей мечты или в доме своей мечты. Теперь я задам вам вопрос, дорогие друзья. Вот вы живёте в разных странах, вот все в разных странах. Скажите, сколько стоит снять хорошую квартиру, такую, которую вы бы хотели купить, с бытовой техникой, с мебелью, может быть, с телевизором таким вот изогнутым или плоским, я не знаю, да? Вот сколько стоит снять такую квартиру? Напишите мне цифры. В долларах желательно, знаете, вот не в рублях, а в долларах. Алексей Макаров, 2000 долларов, да? По долларах кто-то пишет, да, но за 100 долларов, наверное, вряд ли вы себе снимете такую квартиру, я думаю, в Чехии. Ну, 500, около 100 долларов, да, за 100 долларов вряд ли, 1000 долларов, да, 2000 евро. В общем, я вам скажу, я поездил по многим странам мира, запомните, если не верите, вот возьмите в интернет, зайдите, посмотрите. Жильё, которое вы хотите, если это апартаменты, допустим, да, они стоят примерно 2-2,5 тысячи евро. Если это дом с бассейном, примерно 3 тысячи, 3,5 тысячи евро. Ну, в общем, за 5000 долларов, за 5000 долларов, можно суперный коттедж взять, там, снять, и там еще территории будет 10 соток, 15 соток. А в среднем, а в среднем цена 1000-2,5 тысячи долларов, это то, как вы хотите жить сегодня. Теперь посмотрите, если вы сегодня зарабатываете, предположим, 500 евро или 500 долларов, или 1000 долларов, ну, к примеру, да, для того, чтобы вам начать жить в этой квартире, вам нужно, посмотрите, запомните, увеличить свой доход всего лишь, всего лишь, в 3 раза, всего лишь в 3 раза. Вот для того, чтобы вам купить квартиру вашей мечты, вот напишите мне, сколько стоит купить такую квартиру, еще ремонт, и бытовая техника, еще шторы нужно пошить, еще мебель, кухонную нужно купить, сколько она будет стоить, напишите мне. Стефан проекты, который предлагает, он тоже Лексус может купить, да, 70 тысяч долларов, что-то, да, Стефан, а куда ты мне высылал, на WhatsApp мне вышли, Стефан, это, ты у нас с Ганны, да, который Стефан, или Стефан другой, 100 тысяч долларов, да, 100 тысяч долларов, 150 тысяч долларов, в среднем, вот эта квартира, которую вы хотите купить. Если дом, то дом будет стоить примерно 300-500 тысяч долларов, даже под миллион, в зависимости, какой вы хотите. Ну, я думаю, тот, который миллион или полтора, вы, наверное, многие даже, может быть, только мечтаете, но еще не осознаете, что боитесь пока не осознавать, а, наверное, мечтаете, какой-то там домик, двухэтажный, 150 квадратных метров, там, 5-6-8 соток земли, или 10, да, Вы в долларах, пожалуйста, пишите, 100-200 тысяч долларов, совершенно верно. Согласно с тем, что в кредит жить нельзя, заработаю, куплю Бентли, тоже хорошо. Ну, если вам хочется Бентли купить, почему бы не купить Бентли? Ну, теперь смотрите, а как вы можете уже жить, в жизни вашей мечты, ездить на Бентли? Сейчас вам поговорим. Давайте вот, сначала жилье, потом Бентли, хотя, может быть, для кого-то жить в лачуге, но зато на Бентли ездить. Есть такие люди. Да, вот смотрите, Бентли, для того, чтобы снимать Бентли, он стоит, если не ошибаюсь, 3 тысячи в месяц. Вот можно Бентли за 3 тысячи в месяц арендовать машину. Вот не надо покупать, вы сначала поездите, 3 тысячи долларов будет Бентли стоить. Вот если не верите, зайдите сейчас, например, в Москва, Питер, там, или Нью-Йорк, или Лондон, хочу снять Бентли. Ну, прокат взять, на полгода, к примеру. Ну, увидите, сколько будет, что это. Майбах, двухуровневая квартира, 500 тысяч долларов, ну, или дом, и машину за 400 тысяч долларов. Итого миллион. Посмотрите, миллион. Для того, чтобы, если вы тысячу сегодня зарабатываете, для того, чтобы миллион вам заработать, значит, нужно увеличиться в доходе как минимум в 50 раз. Это как минимум. Понимаете, да? А для того, чтобы жить с вашей жизнью в вашей мечте через 3 месяца, вам необходимо увеличить доход всего лишь в 3 раза по той мечте, которую вы себе написали. Ни Майбах, ни Бентли, потому что, если вы никогда не ездили на Тойоте, или на Вольсвагене, то, я думаю, сначала нужно взять попроще машинку, может быть, там, Kia Optima, допустим, да, вот у нас там так сейчас ездит в Москве, Kia Optima, да? Шикарные машины, вообще, я вам хочу сказать, офигенские машины. Тойота, вот эта вот, последняя, как она, Camry, да, она тоже офигенская, она полтора миллиона стоит рублей. А в прокат, если взять, она стоит порядка трех тысяч рублей, то есть, это примерно 50, примерно где-то 100 долларов в день. Если снимать на полгода и убрать в прокат, ну, до 50 долларов, я думаю, 50-60 долларов можно взять в эту машину. Хочешь новенькую, хочешь не новенькую, сначала возьми не новенькую, да? Есть вообще, как называется, кэшеринг, вообще, да? Но я вам рекомендую, чтобы вы же ездили, кэшеринг там написано и все видно. А так, так взяли. Вот теперь посмотрите, машина стоит, машина стоит в месяц примерно 1000 долларов. Хорошая машина, там, Toyota, может быть, даже Mercedes не новенький, BMW не новенький, там, 4-5 лет, допустим, да? 5000 долларов в месяц. Значит, квартира стоит 2000 долларов в месяц, с тобой 3000 долларов. Значит, вам нужно, значит, зарабатывать 3000 долларов, чтобы жить жизнью вашей мечты. И еще на покушать, если вы сами, 500 долларов вот так с головой хватит, и 500 долларов на покупки, там, одежды, там, и так далее, и так далее. Итого, 4000 долларов. Значит, если вы сегодня зарабатываете 1000 долларов, вам нужно увеличить ваш доход в 4 раза. Теперь смотрим, какой нам статус позволяет уже зарабатывать деньги 4-5 тысяч долларов. Напишите, пожалуйста, исходя вот из нашей карьерной лестницы. Хочу крузер, но он только с водителем. У нас компания, вот SkyServe, организована, и у нас будет в прокат автомобили разного класса. То есть, когда человек может сделать заявку, мы под него берем машину, и на полгода он у нас снимает эту машину, то есть, и все без проблем. По очень годной цене у нас будет. SkyServe компания. Так вот, менеджер, лидер-менеджер. Совершенно верно говорить, совершенно верно, потому что каждый месяц, смотрю, 30-ку чеков, самых высших чеков, я смотрю, что у нас менеджеры зарабатывают 5, 7, 10, 15 тысяч долларов менеджеров в месяц. А лидер-менеджеры еще больше зарабатывают. Понятненько, да? Так вот, смотрите, ну, консультант будет зарабатывать стабильно, вот если вы строите сеть, а не продажник, вы, да, вы строите сеть, вы будете стабильно зарабатывать 1000-2000 долларов. Вот где-то так, 500-1500, 2000. А вот, начиная с менеджера, вы имеете возможность, если правильно развиваете сеть, в ширину, потому что правильная сеть, это чем больше твоя ширина, тем больше денег у тебя с глубины. Вот это вот, запишите фразу, если вы хотите строить стабильно растущий бизнес, то запишите фразу, чем больше твоя ширина, тем больше денег с глубины. Так вот, менеджер, лидер-менеджер вам позволяет уже жить жизнью вашей мечты, ребята. Теперь смотрим. 3-6 месяцев, да? 3-6 месяцев. Но самое интересное, я почему об этом говорю, можете прослушать моё видео, я об этом говорил и в Италии, и хорошее видео, я бы, конечно, хотел бы, чтобы его дали в эфир, это в Малайзии, я там очень много говорил, ну и на ассамблее МЛМ-предпринимателей в прошлом году я говорил, о 5, скажем, 5 секторов в жизни, которые помогают человеку очень быстро прийти скорость очень большую, да? Поэтому, дорогие друзья, послушайте этот тренинг мой, который на ассамблее отдавал, и сделайте вывод, я это говорил из своего собственного опыта, почему я это делал, почему я сегодня живу в большом доме, там, дворцовского стиля, в дворцовском большей резиденции, да? Я жил в доме дворцовского стиля, я его снимал, и я уже, знаете, когда ты снимаешь высшую-вышную стоимость апартаментов и домов, когда ты себе ниже уже опуститься не можешь, это я вам гарантирую сто процентов, Вот сто процентов гарантирую. Такой, посмотрите, статус менеджера, лидер менеджера, топ-менеджера позволяют вам жить жизнью вашей мечты. А теперь давайте технологию записываем, вот технологию, что необходимо сделать, чтобы увеличить свой статус в 24 раза и стать топ-менеджером или президентом уже к Эвенте 2019 года. А поставьте плюсики, кто знает, что у нас такое Eventy SWIG 2019. Напишите, если кто знает, что это такое. Напишите, что это такое. Пять лет SWIG. Ага. Юбилей. Совершенно верно. Это юбилей компании SWIG. Нам будет пять лет. и оно будет проходить как раз 11, 12, 13 для всех. Ну, сейчас я дальше слайдик покажу. Но что нужно сделать? Вот смотрите, инструкция. Смотрите, если вы хотите быстро, очень быстро взлететь в статусах, то что вам необходимо? Первое. Приобрести билет на ассамблею МЛМ и Леонид за год 2019 года. Это вот для русскоговорящей аудитории. Скажу вам сразу, для многоговорящей, для тех, кто говорит на другом языке, не нужно, потому что ассамблея МЛМ предпринимателей будет в Москве, это на русскоговорящую аудиторию. МЛМ за год, который у нас будет в Подмосковье, он тоже будет для русскоговорящей аудитории. Это будет проходить 8-го, 9-го, 8-го ассамблея МЛМ предпринимателей, где соберутся огромное количество разных МЛМ предпринимателей, и те, у которых мы учили в 90-х, и те, у которых 2000, и те, у которых сейчас молодые ребята поднялись. То есть там будут огромные, это лужники, на 5-7 тысяч человек будут мероприятия. От нас, от СВИГа, там будет более тысячи человек. Второе, приобрести билет на Эвенти СВИГ, билеты на самолет и отель. Это лично вы должны записать себе, что я это делаю. Почему сейчас? Чем раньше вы покупаете билет на самолет, тем раньше вы арендуете отель, тем дешевле для вас будет. Теперь третье, составить список всех ваших партнеров и отметить, кто уже купил билеты. Первое, вот как я это делал всегда. Смотрите, вы делаете табличку, где пишите фамилия и имя ваших партнеров. Второе, кто он в статусе. Третье, купил ли он билет на МЛМ и Ассамблею Миллионер за год, купил ли он на Эвенти СВИГ, купил ли он билеты на самолет, заказал ли он отель. Если все это сделал, все человек едет. Вот таких людей в вашем списке, если вы хотите вырасти в статусе, должно быть. Дальше, составить список ваших партнеров и отметить, кто уже купил билеты. Вот то, что я рассказал. Четвертое, а еще, новый костюм, чтобы сейчас поставить цель заработать деньги на новый костюм. Значит, поставить цель, сколько приедет новых людей. Вот теперь задача основная, когда я сделал список, второй список, я начинал работать, проверять раз в месяц, вот май месяц, каждую неделю, еще май месяц, каждую неделю со своими старичками, кто у меня уже в структуре. И плюс нарабатывая новых людей сейчас на ассамблею, вот кто в России находится, Россия, Украина, Белоруссия, ну, близлежащие, скажем, страны, может быть, это европейские страны, ну, русскоговорящая аудитория. Если вы хотите увеличить свой бизнес, можете приехать в Москву, в Питер, неправная часть. Россия сейчас сделает шикарнейший бизнес до МЛМ-ассамблеи. Как я это делал? Когда где-то в большом мероприятии, я приезжал туда, я неделя-три недели работал до мероприятия. Вот вы можете сейчас, это после майских праздников, сделать то же самое, приехать в Москву, в Питер, если у вас есть родственники, либо снять себе квартиру и начать работать для того, чтобы подписать новых людей, привезти их на ассамблею и миллионер за год. Потому что после этого у вас статусы вырастут 100%. Так вот, первый список – это старички ваши, которые у вас есть в сети. Второй список – это новички, с которыми вы хотите работать. И все по системе, по списку, в пункте 3, который я написал. И пятый – ежемесячно с вашими лидерами, подводить итоги по количеству людей. Я всегда со своими лидерами сравниваю всегда каждый месяц. Говорю, ребят, у меня уже, моих партнеров, моих партнеров, кроме вас, едет вот столько-то, вот у меня записано. У меня уже новеньких людей, которых я подписал, и они у меня уже стали консультантами, вот столько-то, и они уже купили билеты. Дорогие друзья, вот это сейчас самое золотое время. Если вы хотите действительно реализовать свои мечты и жить жизнью своей мечты в течение 3-6 месяцев и увеличить свой статус, тогда вот вам четкая инструкция, что нужно сделать. И теперь смотрите. Эвенти 2019 год, 5 лет свих, старт проект Криптолинута. Именно там мы будем стартовать уже официальное открытие, потому что сегодня у нас пока закрытый клуб. Потом в ближайшее время у нас мы делаем токенизацию, то есть у нас будет уже открытая, скажем, продажа токенов. Сейчас это как через закрытый клуб, а потом через открытая продажа токенов, юнитов, которые будут меняться на криптоюниты. И мы планируем именно на 90-свик, мы планируем именно в эти даты официальное открытие проекта Криптолинута. Что такое официальное открытие? Это выход на СТО, то есть секьюрит токен офис. И вот мы там хотим, знаете, вот отключить, где все, продажи пошли. Но у вас у всех будет месяц перед открытием именно СТО, хорошо поработать и заработать еще больше денег. Так вот, мы приглашаем вас на Эвенти СВИК 2019 года. Это 11-10-19-го обучение менеджеров и выше Нью-Дели. Индия, мы соберемся только с менеджерами, там будут эксклюзивные новости, эксклюзивные информации только для менеджеров. 12-13-го, Эвенти СВИК 2019 для всех инвесторов и партнеров СВИК и Криптоюнита. Сейчас у вас есть возможность купить билеты, потому что с 1-го июля, чтобы попасть туда, уже нужно будет сделать определенный объем. То есть, если человек не сделает объем, он не сможет туда уже попасть. У нас на сегодняшний день уже продано 1300 билетов. Вот этот зал, который вы видите, он у нас 10-12 тысяч человек. Мы сейчас разговариваем о том, чтобы 15 тысяч человек сделать. Это стадион именно в Нью-Дель. Мы готовим сумасшедшую программу, я вам скажу сейчас. Просто сумасшедшую. В Индии никогда таких программ еще не видели, потому что те компании, которые нам устраивают эвент-компании, они в шоке от того, что мы хотим сейчас там сделать. Это событие, которое будет пятилетие СВИК и старт проекта Криптоюнита, будут полнить минимум, я вам скажу, это 30-50, а может быть даже 80 лет. Потому что там мы заложим старт очень серьезного, не могу сейчас раскрывать, вот у нас будут встречи с нашими, рабочая группа, с нашими представителями и лидерами региона, вот там я приоткрою вам, что нас там ожидает, потому что мы с вами поработаем, как классно выработать работу на работу именно по приезду на Эвенте, и как сделать так, чтобы туда приехало больше у вас людей. И 14, 15, 16, у нас будет обучение в виде ленджер, и выше на ГОА, Индия, где будут очень интересные, скажем, взаимодействия, мы с вами разработаем работы на следующие 4 года, потому что у нас не пятилетки, а четырехлетки, как мы себе ставим, знаете, такие четырехлетки, чтобы за 4 года делать определенные результаты. И там вы узнаете вообще ту технологию, которую мы внедрим в течение 4 лет. Мои лидеры, когда знают то, о чем я говорю, они просто иногда, как правильно сказать, немножко в шок входят, потому что задают вопрос, говорит, Хавратов, а что у тебя еще там запрятано в этом кармане? Я говорю, ну, всему свое время, я не хочу просто раскрывать все вещи, дабы, чтобы не путать мысли, всему свое время. Но то, что узнают 14, 15, 16 от лидер-менеджера и выше, как мы разработаем работу нашу, то есть я фактически скажу, что лидер-менеджеры и выше, которые будут, это будут президенты, у которых будет минимум от 10 до 50 президентов. Ну и сами можете понять заработок. И теперь мы объявляем конкурс до 30 мая 2019 года «Почему я еду на Эвентисвик? Первое. Записать видеоролик «Почему я еду на Эвентисвик?» Второе. Разместить видеоролик на своих аккаунтах в социальных сетях с хештегом «Эвентисвик 2019». Третье. Ссылки на посты прислать на почту «Эвентисвик» «Собака.gmail.com». Главный приз будет 20 тысяч баллов юнитов, то есть токенов на криптоюниты. Приз за второе место будет 15 тысяч. И приз за третье место 10 тысяч баллов юнит криптоюнита. Вот у нас называется, они баллы юнит криптоюнита. То есть это токены фактически. Но сейчас пока если они у нас не токены, токены будут, когда мы токенизацию сейчас в ближайшее время будем делать. У всех остальных участников будет поощрительный приз. Скажу сразу, все, кто будет участвовать, все получат бонусы. Ну, не постолька, но получат бонусы. Поэтому все, кто запишет видео, 100%, ну, представьте себе, что вы записали видео, и получите бонус, ну, правда не сейчас, а примерно в 2028 год. Это бонус будет в пределах, ну, где-то к тому времени. Он вырастет в пределах где-то от 100 тысяч до 1 миллиона. Вот такой бонус сейчас вы можете получить, когда вы запишите видео. Поэтому рекомендую всем поучаствовать в этом конкурсе. Кстати, а поставьте плюсики, кто едет уже на Эвентис Вик в 2015 год. Поставьте там три плюсика, да? Кто едет уже. А поставьте теперь два плюсика, если вы уже купили билет. Поставьте пять плюсиков, если вы уже за отель заказали. Отлично. Я вас поздравляю. У нас тысяча, около 1400 человек, которые уже это сделали. И осталось еще, ну, где-то порядка, вот смотрите, если взять на у нас, ну, если мы в долг расширим до 15 тысяч, разделить на 1400 человек, это фактически по 10 человек на одного человека. Ну, я думаю, за 4 месяца это, ну, такая вот не очень работа. То есть, я уверен, что, наверное, к сентябрю месяцу у нас будет аншлаг, и в сентябре месяце уже вряд ли будут продаваться, наверное, билеты, потому что сейчас нам ставят до 12 тысяч, но до 15 вроде бы как можно будет растянуть, скажем, зал. Следующая информация, дорогие друзья. Миллионер за год. 9.06, 12.06 будет миллионер за год для русскоговорящей аудитории. Я хочу сказать следующее. Те люди, которые приедут на этот тренинг, ребята, вы получите очень серьезный приз, о котором вы даже не мечтаете, наверное, сегодня не мечтаете. Поэтому тот, кто будет на этом обучении, а нам нужны кто люди? Не те, кто хотят призы получать, скажу вам сразу, а те люди, которые реально хотят очень быстро, очень быстро стать советником президента СВИГа и в программе Криптоюнита. То есть это те люди, которые хотят реально изменить свою жизнь и помогать другим людям изменять свою жизнь к лучшему. Поэтому мы, 11 спикеров будут вещать, лидеры СВИГ. Это будут англоязычные спикеры, которых мы пригласили из Австралии, из Англии. Итальяноязычные, это супер топ лидеры, которые просто очень сильные топ менеджеры и очень сильные бизнес-тренеры, которые позволят вам, дорогие друзья, действительно стать на абсолютно новый уровень развития. И это и наша русскоговорящая аудитория. То есть мы такую солянку сделаем, чтобы вы понимали, что бизнес делается не только в России, а еще в Австралии, а в Соединенных Штатах в Америке, кажется, тоже был. Ребята, мы наши лидеры, которых мы приглашаем. Поэтому, дорогие друзья, тот, кто будет там, вы получите знания, вы получите возможность быстро выразить и еще получите эксклюзивные подарки. О подарках вы узнаете из 2 я объявлю. Нет, я объявлю, знаете, когда покупают это, а я объявлю это 30-го 30-го апреля, 30-го мая я объявлю на встрече. Да? А, нет, 31-го мая, это будет пятница, 1-го, вернее, июня, в субботу у нас будет отчетный вебинар, и там будет много новостей, и те, кто приобретет билеты, вы узнаете, какие у вас сюрпризы ожидают. Точно так же, как тех людей, которые приобретут билеты ассамблеи MLM предпринимателей, и те люди, которые, это, скажем, ассамблея MLM предпринимателей, это та ассамблея, которая позволяет встретиться всем тем, кто работает в этой индустрии. Во-первых, мы популяризируем нашу индустрию. Те люди, которые еще не верят, что MLM-бизнес это серьезный бизнес, вы можете пригласить их туда. Когда-то я ездил на MLM круиз, это в Соединенных Штатах, MLM круизы каждый год проводят Ком Шрайтер и Арт Джонок. Не очень хорошая вещь, есть вот GoPro, а есть MLM круизы. Ну, мне MLM круизы как-то больше нравились. Да, приезжают люди, во-первых, круиз, во-вторых, там один день тусовка MLM-овская, два дня MLM-овская тусовка и один день обучения, второй день такая вот тусовка, где все одеваются там костюмы, фарки, ну, очень красивые, да, знаете, такие смокинги, не фарки, смокинги, вернее, вечернее платье. То есть, это очень серьезный момент. Я вспоминаю, когда люди приглашали своих знакомых там с Канады и, знаете, такие работяги приезжают, они говорят, блин, нам говорили, что вот взять там праздничную одежду, такую банкетную одежду, да, а мы что-то вот тормознули, теперь я понимаю, я так смеялся на MLM, что это такая чепуха, оказывается, это круто. То есть, это популяризация многоуровневого бизнеса, эти люди, которые будут на этом мероприятии, они увидят и окунутся в мир многоуровневого предпринимательства и особенно многоуровневого инвестинга предпринимательства, дорогие друзья, поэтому тот, кто еще не взял билеты, я вам рекомендую взять билеты, еще взять билеты, два-три билета для своих знакомых, которые придут и после этого начнут очень сильно работать. Хотите, продайте им, хотите, подарите им, но я рекомендую это сделать, для того, чтобы те знакомые, которые сегодня, может быть, еще не понимают, что такое многоуровневый бизнес, чтобы они поняли и увидели вас, как вы там находитесь в этом бизнесе, кого вы знаете. Следующая конференция в свет Греции 3-5 мая 2019 года будет спикер Игорь Аманенко, претружалбе Иоанна Аврамян. Все, кто имеет знакомых в Греции, вы можете сегодня написать им, если нет майских праздников, то на 3-5 мая они могут приехать на конференцию, потом на обучение остаться, и это будет ваша сеть, дорогие друзья, поэтому, если вы хотите уже международный бизнес сделать, вы уже можете воспользоваться этой ситуацией. И 18-го мая республиканская конференция СВИК, конференц-зал гостиницы Беларусь, главный спикер Антонина Киановская, там тоже будет, у кого, кто хочет строить международный бизнес и в Беларуси в том числе, вы можете, сейчас уже подготавливаться для того, чтобы людей пригласить на это мероприятие, то люди могут потом стать партнерами и лидерами вашей сети. И рабочая встреча со всеми представителями и лидерами регионов, мы сейчас готовим списки, и 3-4-5-го июня город Минск три дня работы по поднятию регионов и слаженной работы до ЭВЕНТИ-СВИК 2019 года и планирования до 12-го 2020 года. Главная цель это проработать точные действия, которые приведут к росту в регионах умножить на 10-5-50 раз к ЭВЕНТИ 2019 года и в 100-500 раз до 12-го 2020 года, то есть через полтора года. Второе, создать лидера нового поколения, которые уже в 2020 году будут зарабатывать более 100001 миллиона грн в месяц, доллара в месяц. Третье, новости по программе Криптуинт и внедрению на практике алгоритма успеха и инвестиционной работы во всех регионах. Рабочая встреча полностью оплачивается на армии компаний для создания массированной работы в регионах. Плюс, мы сейчас договоримся с компанией, это будет 3-4-5-6-го, вполне вероятно, на Эко-технопарк или производство, мы договоримся для того, чтобы вы увидели, что там происходит, для того, чтобы сфотографировались и могли еще лучше поработать, приглашая людей потом на Эко-фест, который будет в этом году. Поэтому, дорогие друзья, обращаюсь к тем людям, которые действительно уже лидеры регионов и представители. Мы вас ждем. Сегодня огромный просьбисок во всех чатах в англоязычные, итальяноязычные, другие там. Мы приглашаем сейчас всех и будем серьезно работать. То есть, мы хотим видеть тех, кто намерен не просто там для галочки быть административным представителем в своем регионе, а тем, тех людей, которые хотят выстроить огромные объемы и огромную работу и серьезный бизнес в своем регионе. Мы будем сейчас ДНКИ, департамент на уровне краудинвестинга всех, скажем, проверять, и мы вас пригласим вот уже после 5-го числа. Не планируйте на эти даты ничего. После 5-го числа уже вам сделаем приглашение и вам будут оплачены билеты и чтобы вы готовились на эту встречу. То есть, 3-4, 5-4, 5-го июня будем работать, 5-го июня вечером будет банкет. Ну, дорогие друзья, про криптоюнит. Есть ли люди, которые не знают, поставьте минусы, не знают, что такое криптоюнит еще? Есть такие, да? Ну, давайте тогда я вкратце расскажу, что это за программа криптоюнита и для чего мы ее создали. Значит, что такое программа криптоюнит? Эта программа дает возможность стать совладельцем, пайщиком, дольщиком, акционером глобального инвестиционного портфеля, который работает во всех сегментах и секторах инвестиционного рынка. А именно сектор образования, сектор развития многоуровневого краудинвестинга, сектор долевого участия в бизнесах. У нас есть много предложений, участвуют в разных бизнесах для расширения, обращаются, делают предложения. То есть, у них есть хорошее предложение, но не хватает денег. А сегодня, чтобы вы понимали, какая интересная штука. То есть, у них есть вот эти компании сбыт, у них есть где производить тот товар или те услуги, которые они делают, но банковский сектор не дает денег. Сегодня, во всем мире, банковский сектор сегодня перестал давать деньги. Главная цель для того, чтобы еще больше людей вогнать в неприятную ситуацию, чтобы люди перестали заниматься тем, что им нравится и стали производить те товары или услуги, которые они делают. И вот в данном случае одно из главных направлений – это входить в долевую часть, и наш принцип входить – это 50 на 50. То есть, если мы входим в какой-то бизнес, мы хотим, скажем, иметь какое-то участие, но при этом контроль за нашими финансами, куда они идут и куда они тратятся и какие прибыли мы из этого будем получать. И мы рассматриваем также те проекты, и сегодня отчет будет, в который проекты мы входим, где мы можем еще больше расширить сеть наших потенциальных клиентов разного уровня. как там может быть средний класс, так и богатый класс, который сегодня уже является в секторе богатого класса. Четвертое – сектор развития здоровья и долголетия, сектор инвестиционного транспортного развития, мы вкладываемся, банковский сектор, фондовые рынки, валютные рынки, криптовалютные рынки, страховой сектор, сектор недвижимости, сектор инновационного развития, сектор развития сельского хозяйства фермерства, сектор предпринимательства и корпоративно-социального развития, сектор науки, сектор культуры, сектор драгоценных и полудрагоценных металлов, сектор драгоценных и полудрагоценных камней, сектор космического развития, нерагетного соединения космоса, программы спецвейс, сектор благотворительности. Дорогие друзья, что даст программа Криптомит и как она позволит реализовать программу Неми в очень короткие сроки? То есть есть программа Неми, то есть новая экономическая эволюция мира. Я попрошу скинуть Дару, мою помощницу, и контент-менеджер, видеоконтент-менеджер, чтобы она скинула ссылку на Неми. Кто еще не знает, что такое Неми? То есть создание Криптомита позволит реализовать программу Неми, новой экономической эволюции мира, которая ориентирована на то, чтобы люди планеты Земля смогли стать совладельцами, пайщиками, дольщиками, эксценерами самых доходных предприятий на планете. Это даст нам всем возможность обществу пойти по абсолютно новому пути развития, так как в программе Неми все люди планеты Земля становятся совладельцами всех мировых самых доходных, полезных предприятий и компаний, создав одну глобальную корпорацию в мире, в которой земляне, то бишь люди, будут принимать активное участие в решении всех вопросов, связанных с доходностью, распределением прибыли, с вопросами социального развития общества и развития общества, нацеленное на формирование высокого уровня сознания в обществе, которое принесет на планету Земля мир, процветание, богатство, полезность, алгоритие, здоровье. Дабы помочь планете очиститься от физического мусора посредством переработки в полезную энергию и от юридического мусора сознательных землян посредством нового и прогрессивного способа образования и мышления. Создание криптовинета позволит решить социально-политическую проблему в обществе. Все голосования мы сможем делать в онлайн посредством блокчейна для всемирного голосования. В процессе криптовинета, для создания такого блокчейна, мы будем использовать прибыль от дохода, от активов, которые будут в основе криптовинета. Благодаря тому, что средства, собранные за продажу криптовинета, будут вкладываться в активы реального сектора экономика, доходность криптовинета будет прогрессивно высокой. Так как в основу криптовинета закладываются реальные активы, которые будут расти и повышать стоимость криптовинета. Во-вторых, доходность от активов будет справедливо пропорционально распределяться на все количество токенов криптовинета. Соответственно, чем больше у человека в наличии криптоюнитов токенов, тем больше доход владелец криптовинета будет получать. А так как часть прибыли мы ориентированы вкладывать в расширение бизнеса, значит сам криптоинт будет прогрессивно расти в цене, что позволит владельцу криптоинта быть обеспеченным как сыграющим. То есть принцип следующий, когда мы получаем какую-то прибыль, не всю прибыль мы отдаем нашим инвесторам, а от 8 до 35% мы отдаем путем голосования, ну в среднем это где-то 20-25% будут уходить, наверное. А остальная часть вкладывается в расширение бизнеса именно того направления, в котором мы работаем. Благодаря такой тенденции развития мы сможем все вместе прийти к качественному прогрессивному развитию общества на планете, которое будет строить новые экологические города, жить в согласии с природой, помогая ей постоянно обновляться и давать полноценное развитие. Это даст возможность всем землянам пойти по абсолютному новому пути развития. Это возможность, которая бывает раз в жизни всех людей на планете. Все это развитие необходимо обществу для того, чтобы вывести вредное производство с планеты за орбиту Земли, чтобы на планете Земля как в месте биосферы было качественное и прогрессивное развитие общества, так как человек и всё живое является частью биосферы. А всё, что нам необходимо, связано с тяжёлой промышленностью, энергетикой, вести как части техноразвития в техносферу, то есть в открытый космос. Но это не означает, что мы начнём засорять космос, как некоторые особо новодцы, в челленджерах я называю, в челленге, да, там говорят, вот вам не дадут засорять космос. Дорогие друзья, мы не будем засорять земным мусором. Инновационные технологии смогут создавать на орбите планеты Земля производственные кластеры, которые и будут обслуживать земляне для переработки земных ресурсов в космосе, чтобы земляне жили на планете живой и здоровой жизнью. А космос нам будет помогать перерабатывать земные ресурсы, перерабатывать мусор в энергию и отправлять на Землю уже готовые товары для использования в повседневной жизни человека. Всё это позволит людям планеты Земля жить в достатке, процветании, быть здоровым, долго жить в мире и согласии со всеми народностями, живущими на планете Земля. Данная программа планетарного развития космоса невероятным путём должна начаться в 2035 году и закончиться в 2035 году. Я лично хочу, очень лично хочу, чтобы мы это реализовали именно в эти сроки, именно программа криптоинета может позволить нам это сделать. Создание криптоинета позволит быстро решить вывод среднего производства за орбиту Земли, данная быть очень коммерческой, очень инвестиционно доходной. Именно поэтому цель проекта криптоинета — объединить вместе более 35% Земля на планете, чтобы привести в реальность с 2020 по 2065 год. Это всё даст основу развития на будущее тысячелетия для детей, внуков и потомков, которые будут чествовать наше сегодняшнее развитие во все будущие времена. Вот, дорогие друзья, для чего мы создавали криптоюнит. Для того, чтобы программу криптоинета, чтобы дать вот эти наибольшие и наилучшие возможности для тех людей, которые сегодня находятся в разных секторах, на разных, скажем, континентах, разные классовые составляющие. То есть, благодаря этой программе классовая составляющая, она должна выйти на нет. Понятие стран первого мира, второго или третьего, оно тоже должно выйти на нет. Понятие такого, что мы живём в какой-то территории планеты, значит, мы лучшие, должно тоже уйти на нет. Мы все жители планеты Земля, мы все земляне, дорогие друзья. Итак, реализация программы делится на три части. Первая часть – предоткрытие проекта делится на 8 этапов, которые пройдут в течение первых 6-12 месяцев. Старт программы мы сделали 30.03 и будет отписано 30 миллиардов токенов. То есть, мы ставим себе цель завершения 31.03.2020, но скажу сразу, что мы ставим себе цель вообще завершить эти 8 этапов уже к L&T SWIG 2019 года, который будет с 11.12.13 октября. Мы ставим себе такую цель. Но крайняя дата – это 31.03.2020 года. Вторая часть – в данном обращении криптовалютов с другими фиатными криптовалютами. И я вам скажу, что криптовалютами сейчас планируем сделать юнит как криптовалютой. И криптовалютой, за которую можно будет купить криптовалют. Невозможно будет купить за другие валюты, только за юнит можно будет купить. А юнит мы сейчас тоже делаем для того, чтобы он стал криптовалютой. И третье, глобальный мерчедайзинг, криптовосновой которого будут активы в сегменте инстинкционного рынка на сумму более 100 триллионов, то есть 80 миллиардов криптовитов, будут проданы на 20 миллиардов токенов криптовитов. Формирование глобального мерчедайзинга с 1.10.2019 по 1.10.2024-2028 года. То есть, в том программе мы хотим завершить 24-28 год максимум. Сначала стоимость одного криптоюнита – это один юнит, рыночная стоимость криптоюнита составит более 1250 долларов, то есть за один криптоюнит. Тогда в активах проекта должно стать 100 триллионов долларов, то есть бизнес наш должен, даже не активы, а стоимость бизнеса нашего должна стоить больше, чем 100 триллионов долларов. И дивидендный доход к завершению третьей части мы планируем создать на уровне 1-50 долларов на один токен криптоюнита. Каким способом все это будет претворяться в жизнь? Первое. Через многоурованный краудинвестинг. Это два важных рынка, которые получают в руки люди. Рынок краудинвестинга и бизнес многоурованного маркетинга. То есть краудинвестинг и многоурованный бизнес. Второе. Через СТО Secure Token Offer, который мы хотим уже осенью это начать. И через криптофинансовую банковскую систему, которую мы сами создадим. То есть одна из главных наших задач – создать один из первых универсальных криптобанков. Именно наших банков, работающих по всем лицензиям, которые будут на основном не так, что мы там не хотим. А у них будут специальные лицензии не только на банковскую деятельность, а на многие другие деятельности. И третье через криптофинансовую банковскую деятельность. А, и вот, будет выпущено 8 миллиардов токенов. То есть 30 миллиардов токенов – это в первый период, 20 миллиардов токенов – во второй период и 20 миллиардов токенов – в третий период. И остаток для обеспечения ликвидности мы хотим оставить 10 миллиардов токенов в криптофинансов. Теперь распределение прибыли. То есть плановое распределение не прибыли, а по программе криптофинансов. 40% от суммы сбора у нас будет идти на покупку активов. 37% – на маркетинг. 5% – представительские расходы. 8% – операционные расходы по ведению хозяйственной деятельности и платы налогов. 10% – бонус по программе лояльности, дорогие друзья. Если, когда это пойдет через СТО, то есть через биржи, там пойдет процент немножко другой. Теперь результаты первого и второго этапа криптофинансов, который мы запустили 30.03.2019 года. Ну, первое. Я хочу вам сказать, что первый этап, который мы планировали, что он должен был за месяц закончиться, ну, к концу апреля, он у нас закончился 3 апреля. Кто-то тут. Кто-то тут так много пишет. Как же это отключить? Вроде бы я пытался уже отключить. Ладно. Значит, мы за 3 дня закрыли первый этап. Первый этап у нас, вы сейчас увидите, сколько это по количеству токенов и деньгам. Второе. Мы открыли 3-го, 2-го этапа. И сейчас мы закрываемся. Сегодня последний день. То есть с завтрашнего дня будет уже 3-й этап. Выходим на 3-й этап. И допроданные токены, мы их, скажем, оставляем, и они пойдут уже как бонусами или, скажем, в продажу в 7-й, 8-й период этапами. Так вот, количество инвесторов в криптовиде за эти 2 этапа. На вчерашний день, дорогие друзья, на сегодняшний день цифра другая. Поэтому я даю информацию на вчерашний день на 22.00. Когда закроется сегодня день, естественно, мы отчет сделаем уже более точный. То есть количество инвесторов, криптовидентов, которые перешли в кабинет криптовидента, то есть это все люди, которые зашли в закрытый клуб, 21 574 человека. Второе. Сумма продаж 16 миллионов 285 тысяч 900 юнитов. Третье. Сумма отписанных токенов. Это 8 миллиардов 902, 136, 955. Повторюсь, это на вчера на 22.00. То есть 11 процентов. 11,12, да, точки. Сумма бонусов по маркетинг-плану. 4 миллиона 324, 360. Вчера это было 26,5 процентов. Потом будут еще там некоторые такие доначисленные бонусы. То есть мы сэкономили. Вместо 37 процентов у нас уйдет 26-33 процента. А мы должны были 37 процентов, если вы помните. Вот с прошлого сайта у нас на маркетинг 37 процентов. То есть куда мы сэкономимые деньги денем? Естественно, в покупку активов. Сумма инвестиций в активы это 40 процентов, 6 миллионов 540, 360. Я сейчас отчитаюсь, покажу, что не все куплено. У нас надето около 4 миллионов. Мы только активы приобрели. И остальные по плану у нас сейчас есть. Сумма на программу лояльности 1 миллион 628, 900. Планируемая сумма на представительские 5 процента, 814 тысяч. Опять же, если там что-то останется, то, что останется, мы даем на покупку активов. Планируемая сумма на операционные расходы тоже 8 процентов. Но вчера я смотрел, было где-то 6,8 процентов. То есть вполне вероятно, если в 7 процентов мы влезем, то 1 процент у нас уйдет тоже на покупку активов. И, дорогие друзья, количество программ и пакетов в каждой из первого-второго этапа. Вы видите, что в первый этап у нас была сумма 9 миллионов 521,885. И мы должны были 11 350 пакетов в разной категории. Вот в первой 4,5 тысячи, во второй 1440. И во второй этап мы видим тоже 22 883 пакета. У нас осталось где-то, если не ошибаюсь, около 8 тысяч пакетов, кажется. И сумма не такая, не 9 миллионов, а 8 с копейками, кажется, мы собрали. Поэтому, дорогие друзья, что хочу сказать. Еще мы делаем следующее, что в один этап можно купить только один пакет. Если этот пакет был куплен ранее, то этот пакет купить невозможно будет. Но мы будем делать голосование еще, я думаю, где-то после 11-10 мая. Может быть, если большинство проголосует и скажет, что купить можно несколько пакетов. У нас есть такое сейчас предложение, поступило от лидеров до МКИ, чтобы тогда можно было купить, но за бонусные деньги. То есть только за бонусные деньги, чтобы можно было. У кого есть бонус, чтобы купить, дать возможность купить за бонусные деньги. Помимо того, что люди получали еще в первый этап токенами криптоэмитов, то есть бонусами, баллами, бонусами криптоэмита на токен криптоэмита, это 100% по маркетингу плану. И во второй этап 85%. В третий этап, вот мы видим, будет 75%. Видите, цифра. То есть мы планируем 29 532 пакета на сумму 10 184. Это вот такой момент. И еще, чтобы с 1 мая войти в закрытый клуб криптоэмитов, там нужно будет платить не 530, а 620. Вот видите, сумма здесь. СВТ, то есть, скрывает 620. То есть, в кабинете SWIG нужно будет заплатить 620, для того, чтобы войти в закрытый клуб криптоюнита. Ну, а теперь давайте посмотрим, листом инструмента планируем к приобретению за средства именно апреля 2019 года. Дивидендный доход, конкурентность инструментов, мы планируем выплату уже с августа-октября 2019 года. Так вот, если вы видите, первое направление у нас – это киноиндустрия. Мы входим в киноиндустрию, и мы входим… Я всегда мечтал войти в киноиндустрию, потому что в киноиндустрии, если входишь в Голливуд, 5 фильмов можно отснять, но с нормальными компаниями, если это будут, допустим, 3 нормальных киностудии, можно получить примерно 300-400% в подъем за 1,5-2 года. То есть, это неплохой процент. Но то, что нам предложили сейчас, мы вообще… Вот, скажу честно, я удивляюсь уже давно, но здесь я удивился, как быстро пришла информация. То есть, мы связываемся сейчас с одной киностудией. Об этой киностудии, кто у нас будет на «Милленер» за год, и те, кто у нас сейчас с представителями регионов и с лидерами регионов, представителями лидерами регионов будем встречаться. Мы вам расскажем, что это за компания, покажем договора. То есть, мы выходим на очень интересный рынок, где, вы знаете, если провальный фильм в Голливуде, это минус 50% отложенных средств. Например, ты 2 миллиона вложил в фильм, а получилось всего лишь миллион. То есть, ты вошел в минус 50%. Самые провальные за всю историю были, когда люди вкладывали, я помню, 5 миллионов, и получили миллион, кажется. То есть, это 20% от формы инвестиций, которые вложили. Ну, такие очень редко фильмы бывают. Обычно, если минус, то минус где-то 50%, минус 40%, минус 30%. Ну, то есть, по крайней мере, в ноль выходит. Крайний самый лучший вариант – это ноль, за 2-3 года выходит. А вот тут, где нам предложили, и та страна, в которую нам предложили, во-первых, партнеры этой киностудии, они делают спецэффекты. Мы претендуем быть… И почему мы вкладываемся? Я задал вопрос, когда мы ввели переговоры. Я говорю, хорошо, вот фильмы – это хорошо, мне интересно партнерство на долгие годы. Они говорят, вот, нам тоже. Мы хотим найти стратегического партнера в дальнейшем, чтобы нам делать 10 фильмов в год. И мы хотим стать вообще такой компанией, ну, примерно, как Marvel, кто знает, DT компании, кто знает, да, но только на тот рынок, на который мы сейчас заходим. Чтобы понимали, там уже у партнеров есть 10 тысяч кинотеатров, лицензии, а потенциал рынка очень большой. То есть я не буду сейчас говорить об этой стране, когда мы полностью сейчас… Сценарий будет фильма и готовы будут уже съемки фильма. Ну, даже вот, когда в съемке фильма и сценарий, мы вас пригласим как директоров, вы приедете, вы приведете сценарий, и, ну, сможете, скажем так, поучаствовать в съемках даже. Ну, не поучаствовать в съемках, а подыть на съемках. То есть мы вот пишем материал, да, вы увидите, что там реально снимается. Но вот в этой стране самый провальный фильм, который вот самый провальный фильм был у его партнера в этой стране, миллион вкладывали, 8 миллионов получали за полтора года. А такие шикарные фильмы, которые там, ну, вот, знаете, вот есть такие американские фильмы с таким названием, а это в этой стране с таким названием. 8 миллионов вложили за 2 года. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мы пригласим потом человека, создателя этого приложения. Это приложение, которое нам позволит очень быстро, за короткий промежуток времени, подойти к… так как мы планируем создать свой банкинг, именно я говорю уже об этом, да, вот вы видите инвестиционно-финансовая группа UGP Banking, вот с 12-м пунктом, да, то есть мы планируем туда инвестировать определенные средства для того, чтобы потом создать такой международный банкинг, да, народный банк такой, финирный. Так вот, одна из задач, потом быстро дойти до того, чтобы дать услугу предпринимателям и бизнесменам пользоваться нашим мерчантом, именно нашим мерчантом, где в основе будет стоять юнит, криптовалюта. И помните, я когда-то говорил, что в ближайшие 3-5 лет у людей будут карточки, и мы планируем, чтобы это были наши карточки UGPay системы, да, и люди будут рассчитываться карточки, даже не будут понимать, что они рассчитываются к криптовалютам. Так вот, благодаря этой системе Шикут, она вроде бы как, знаете, кэшбэк, на самом деле не кэшбэк, кэшбэк это один из элементов этой компании. Эту компанию возглавляет человек, который сетевик со стажем, и был первым человеком в Казахстане, пригласим, и он расскажет, да, мы инвестировали туда небольшую сумму, 250 тысяч долларов, и ожидаемая доходность, вот если по фильму, 300-500, там, через 18-22 месяца по договору у нас закончат фильм, должен уже в прокат выйти 12-го 2020 года, но кинокомпании, режиссеры, с кем мы общаемся, они говорят, мы хотим в этом году уже к зиме закончить, максимум там апрель, январь, февраль месяц 2020 года, но по договору у нас 12-й 2020, и за счет того, что мы будем, а мы 50 на 50 с этими ребятами, и в этой кинокомпании, которую мы общую создадим, ну это рабочее название, такой Кит Марло, да, так вот, мы капитализацию хотим вывести, и мы предложили, что в будущем будем думать об IPO, и обновленность IPO в этой стране, и я думаю, что мы капитализируемся минимум в 1 миллиард долларов. Дальше, Кит Марло тоже, я думаю, он выйдет капитализацию в 1 миллиард долларов, мы тоже сможем вывести на IPO, и доходность уже с осени 11-го, 12-го месяца 2019 года, мы уже сможем получать доходность, ну в пределах где-то, вот я поставил там 50-100% годовых, ну я думаю, что может быть даже такое, что там есть 15% в месяц. Дальше, в биткоинках у нас есть биткоины, и у нас, скажем, есть роботосистема, которую мы контролируем очень четко, которая может давать нам на уровне 5-15% ежемесячно. Здесь нет капитализации, ну потому что это биткоин, будет расти. А знаете, вот какая новость интересная, 30-го марта мы запустились, самое интересное, на следующий день биток вырос на 15%. Я когда-то говорил, что мы очень серьезно будем влиять на рост криптовалют, и я думаю, что в ближайшие 2-3 года мы очень серьезно будем влиять на рост криптовалют. Дальше, четвертое, видите, алмазы. Значит, мы сейчас подписали контракт, я не буду сейчас подобно рассказывать, скорее всего, уже 1-го июня я сделаю презентацию по алмазам, но одно хочу сказать, мы входим в производство алмазов. То есть, есть такое направление, как выращивание алмазов. Представьте, вот каратный камень, каратный камень с очень высокого качества, именно бриллианта, его можно вырастить, его можно купить где-то, но есть понятие кровавых, в основном, алмазов, да, потому что в основном на крови, и они африканские, то есть, ну, есть такое направление. А есть выращенные алмазы, они считаются экологически чистыми алмазами. И вот они используются как в ювелирной промышленности, как в нефтедобывающей промышленности, да, в недобывающем комплексе, потому что алмазы нужны для, скажем, бурения, да, точно так же в космическом направлении. И самое большое производство алмазов на сегодняшний день – это 10-каратные камни. Ну, то есть, выращивают алмазы и 10-каратные камни. Мы уже ставим себе цель, сначала это 20 карат, а потом 100 карат. То есть, у меня цель, чтобы реинвестировано сделать такое, чтобы мы сделали 100-каратные. И они нужны не только для того, чтобы в ювелирку, а, дорогие друзья, алмазные пластины, которые могут использоваться в космическом направлении. Поэтому мы заглядываем сейчас с производством алмазов на ту сторону, чтобы, когда наслаждается космическая программа СВ, мы могли бы стать одними из, скажем, главными партнерами по созданию алмазных пластин, алмазных, скажем, пластин, которые могут применяться в космической области. И это действительно очень перспективное направление, и мы это направление сейчас изучаем и уже туда инвестируем, скажем так. Вы видите, сумма 2 миллиона. Мы должны за 3-4 месяца инвестировать. 200 тысяч мы уже инвестировали. Дальше. Это курортная недвижимость в Пхукете. Там от 3 до 5 миллионов нам нужно, чтобы в бетон войти, и мы сможем хорошо подняться. Потому что некоторые предлагают, когда недвижимость. предлагают нам обратить недвижимость дольщиками, где мы будем зарабатывать 4-6% в год. Дорогие друзья, я как профессионал-инвестор, который работал с недвижимостью, хочу вам сказать, что в такие недвижимости нужно входить в предложение вторыми-третьими деньгами от инвестиционной прибыли. Но не первыми. Первыми нужно входить всегда в такие направления, где мы можем поднять как минимум в 3-4 раза наши деньги за срок 3-4 года. То есть 300-400% мы должны поднять. И вот такие направления мы изучаем. Поэтому вот курортная недвижимость в Пхукете. У нас там и виллы будут, и отельный комплекс будет. Мы хотим 4-5 звезд это сделать. И курортная недвижимость – это Краснодарский край. В России пока. Мы сейчас рассматриваем предложение по Европе, по Италии, по островам Карибского бассейна. То есть мы эти предложения тоже рассматриваем. Но опять же скажу, мы хотим входить не на этапе строительства, а на этапе нулевом, когда нам нужно строительство. И мы потом будем продавать и зарабатывать на этом. Именно у нас будут зарабатывать. Вот в какие направления мы хотим входить. Далее. Это золото Африки, Ганни и Замбия. У нас есть хорошее предложение, где мы можем примерно, скажем так, от 10 до 15% в месяц зарабатывать уже через 3-4 месяца. То есть это добыча мыть, потом уже входить в производство, в уровне производства золота. И это не только сейчас предложение у нас в Гане и в Замбии вышло, а еще есть предложение в России, в Тиргизии, в Казахстане. Затем мы рассматриваем сейчас предложение, есть еще, скажем, в других странах. Одна из главных задач, чтобы мы понимали, золото будет расти в цене, я думаю, в Казахстане должно, наверное, 1600-1800 долларов за унцию вырасти, по идее. И одна из главных наших задач, потому что когда мы сейчас начнем платить первые дивидендные доходы по программе лояльности, мы будем собрать огромное количество денег. Почему мы входим в золото? Потому что мы тогда можем покупать золото, а золото всегда можно продать. Чтобы вы понимали, да? И золото – это определенная ликвидность, когда у нас под каждым токеном будет определенное количество золота, как вы думаете, сколько будет стоить тогда наш криптовалитет? А если еще под каждым токеном у нас будут алмазы, бриллианты, ну, бриллианты, готовые бриллианты, как вы думаете, насколько большой спрос будет тогда такого токена? Вы понимаете, да? Далее, это IPO, мы вкладываемся в IPO, это до миллиона долларов мы хотим. Сейчас Игорь Аманенко отчитается, он покажет по IPO. Что мы за апрель месяц уже получили. Дальше, робокриптопрофит, то есть роботосистема с криптовалютой, не только с биткоином. Мы тоже хотим дорожиться. Сейчас пока изучаем до 500 тысяч. Дальше, в SkyWay мы уже переслали, но покупка будет в мае месяце на 2 миллиона. Сериал Майнер – это такой российский сериал, немного стоит, но мы сейчас подписываем договор, где мы хотим, пока еще не переслали, мы должны в мае подписать договор, мы какими-то генеральными спонсорами стать, инвесторами. И мы потом авторское право на следующий сезон. И у нас есть возможность его продвинуть немножко по-другому, и таким образом продвигая нашу криптовалюту, которая у нас была. И при этом еще прибыль мы можем иметь на уровне 20-50% в месяц. Далее, это юнит-офисы, это каворкинг, и, скажем, не только по всему миру, мы хотели бы, вот смотрите, некий откаворкинг рассматривать в качестве бизнеса. Мы же как инвесторы можем рассматривать его как инвестиционную прибыль, даже если она нам даст 3-5% в месяц, как инвестор нас строит. Для бизнеса 3-5% в месяц – это очень мало. А для инвестиций это нормально. И при этом мы можем сидеть в самых элитных помещениях, где у нас будут свои помещения, и еще 3-5% в месяц мы сможем зарабатывать. Ну, в круговую, если на год почти. Далее, инвесторно-финансовая группа «Юджетой Банкинг», в которой нам нужно будет 5 миллионов. Ну, пока сейчас мы туда еще не положили. И все хорошо в том, что у нас контракты с кем мы работаем, и те, кто проводит, нам сейчас будут и 100 делать, и юнит как криптовалюту, или наш IT-отдел мы расширяем. Это пока входит в зарплату. Поэтому вполне вероятно, что создание «Юджетой Банкинга» может быть даже дешевле нам обойдется. Дальше. Кошелек «Юджетой». Мы сейчас сделаем кошелек, который позволит нам прикрутить к нам это типа «Яндекс.Деньги», типа «Кинни кошелек» вот такой вот, который будет наш личный «Юджетой» будет, где мы полностью контролируем, мы сейчас вошли туда, ну, скажем, оплатили это направление, но мы еще сможем параллельно на этом зарабатывать. Не только для нас, для наших нужд мы сможем, но еще на этом сможем зарабатывать. Ну, мы ориентировочно ставим 5-15% в месяц. Далее. 100 криптоюнита и ICO юнита, где у нас уйдет около 800 тысяч долларов, мы посчитали, 350 мы уже заплатили, 350 нам осталось. И с 11-19 этого года, то есть ноября 2019 года, и до 24-28 года капитализация по криптоюниту, она может быть вырастет, минимум, вот эти 10 миллиардов токенов, минимум в 15 триллионов долларов. Дальше. ПИФы, еврооблигации, куда мы тоже минимум входим, именно связанные с еврооблигациями, где мы уже зарабатываем примерно 1,5% в месяц. И 17 направление – это криптоматы юнита, где мы уже заплатили, еще сейчас заказываем 100 криптоматов. И у нас открыта компания юнит в Эстонии, которая имеет все лицензии. В Эстонии мы сейчас поставим криптоматы, где официально, дорогие друзья, можно работать, у нас все есть лицензии на обмен криптовалют, на то, чтобы криптоматы стояли, на то, чтобы мы выпускали свой токен юнит. И вот представьте, в наших криптоматах можно будет любую криптовалюту купить только через юнит. Вот только через юнит. То есть, а это немного немало, мы ставим себе минимум 1% заработка именно за счет этого обмена. А средний процент заработка по криптоматам доходит от 0 до 5%. Поэтому это тоже направление, которое капитализацию мы посчитали, когда мы вложимся в этом году 3 миллиона, капитализацию мы получим к концу 2024 года минимум 450 миллиардов долларов. То есть, это фактически наши криптоматы мы готовим как отделение банков во всех странах. Сегодня мы рассматриваем сейчас в Австралию, там разрешены в банках обмены. Вот сейчас будем изучать, как нам это сделать, как получить лицензию, чтобы мы могли полностью по всей Австралии криптоматы покупать. В Мексике, в Индии, то есть, по крайней мере, в тех странах, где применяется сейчас Япония, мы постепенно будем уходить в те страны, где нам нужно работать. На Африканском континенте, в Южной Америке, где мы будем тоже планировать, как мы можем заходить туда с криптоматами. Сначала это как вендинговые аппараты, мы это справляем как вендинговые аппараты, юнит-откемы они у нас. И на сайте в ближайшее время вы увидите крипто-юнита именно про эти направления и новости об этих направлениях, дорогие друзья. Поэтому, если посчитать наши планы, опять же хочу сказать, наши планы, это не означает, что это так и будет. Но мы хотим к этому подойти, капитализацию только по этим инструментам, сделать 16 триллионов долларов уже в конце 2024-2028 года. То есть фактически там за 10 лет, за минуту 9 лет. Это 45 миллионов 401%, прирост за все время, прирост в год на уровне 5 миллионов, чуть больше, прирост в месяц 472 тысячи, прирост в день более 15 тысяч, прирост в час 657%, и прирост в минуту 10-9%. Это то, что мы хотим сделать. Получится у нас один или нет, но время покажет. По крайней мере, мы уже сделали серьезный прирост в день, 27% в день за следующие 4,5 года. Те, которые прошли уже. Поэтому мы знаем, каким образом здесь капитализировать, как увеличить. А еще самое интересное, дорогие друзья, чтобы вы понимали, самое интересное. В мире сегодня серьезная проблема это потребительский спрос. А что мы с вами создаем? Мы с вами создаем, благодаря многоуровому краудинвестингам, влияние на потребительский спрос. Недавно один из финансистов сказал мне такую вещь. Андрей, если вы имеете влияние на потребительский спрос, говорит, я буду с вами работать. Недавно мы имеем влияние. И мы серьезно, благодаря многоуровому краудинвестинг, благодаря многоуровому сети, благодаря тому активу, который у нас есть сегодня, более 550 тысяч человек, мы имеем серьезное влияние на потребительский спрос, дорогие друзья. И то, что мы с вами сделали за апрель месяц, специалисты крипторынка сказали, они охеренели, честно скажу вам. Они сказали, за последние два года такого никто не делал. Вот то, что мы сделали в криптобизнесе за последний месяц. За один день то, что мы сделали, вообще никто не делал за последние два года. Зачем мы сделали профит, дорогие друзья, в апреле я предоставляю слово Игоре Романенко. Игорь, ты здесь. Сейчас Игорь показывает, какой профит и на каких инструментах мы сделали в крипте. Игорь? Приветствую, друзья. Рад вас всех видеть. Скажите, пожалуйста, как меня слышно? Поставьте по 10-балльной школе. Тихо, да? Давайте я думаю. Тихо. Так, теперь давайте так и сделаем. Сейчас лучше? Хорошо. Все, благодарю. Отлично. Итак, вот в апреле месяце. Да. Так, ну я начну с сделок на IPO. Помните, я рассказывал о том, что мы более подробно расскажем на 30 апреля на вебинаре, на итоговом. И вот итоговый вебинар. Я вас всех поздравляю. Давайте посмотрим. Итак, рынок IPO. Решил я взять его первое управление. Почему? Потому что мы все с... чтобы вы понимали, нужно проделать определенный путь и чтобы компания показала определенный финансовый результат. И если этого результата не будет, компанию просто биржи не возьмут на IPO. И вот Андрей говорил, что мы тоже планируем выводить некоторые компании на IPO. Но для того, чтобы их вывести, громче, но для того, чтобы их вывести, нужно, чтобы они... вот так я сделал повыше. И поэтому в первую очередь вот если взять биржи NASDAQ, это крупная технологическая биржа в Америке, самая крупная, то там компания должна показать от 9 до 11 лет кэшфлоу, свой денежный поток. И только после этого, если у нее есть прибыль на протяжении этого периода времени, ее компания, ее биржа может взять в листинг. То есть компания пройдет листинг на биржу, то есть попадет в список торгуемых бумаг, имеющих определенный тикер. Тогда компания может выйти на IPO. И сейчас мы видим, что некоторые компании... Сейчас идет ажиотаж на рынке IPO. Компании выстреливают налево, направо. и давайте посмотрим все-таки за счет чего это идет доходность. И мы как криптоюнит, программа криптоюнит тоже приумножили свой капитал в этом направлении. Итак, были некоторые компании в апреле месяце, и даже мы захватили часть марта месяца. в каких компаниях, в каких IPO мы участвовали. В первую очередь это IPO Люфт. Вот это, наверное, слышали такой конкурент такси Uber. И у них IPO было не очень прибыльное. И мы все-таки тоже участвовали, потому что это было очень запиаренное IPO, достаточно крупное. И сейчас оно, конечно, в минусе. но у нас появилась возможность, я увидел, что рынок начинает падать и открылись шарты. Что такое шарты? Это вот, видите, внизу рисунок быки и медведи. Начну с того, что на рынке, на фондовом, есть игроки. Игроков называют либо бык, либо медведь. Еще есть третьи игроки виды. Так вот, бык – это игрок, торгующий на повышение. Медведь – это игрок, торгующий на понижение. Так вот, почему многие IPO выстреливают и растут? Потому что в первые три-четыре дня нету медведей, есть только быки. Ну и, как правило, быки, они только покупают, взвинчивают цену вверх. Поэтому цена и растет. Поэтому очень многие IPO выстреливают. за последние два года достаточно. Можно спокойно приумножать капитал где-то 80-100% на свой капитал инвестированный. Но если это будет перераспределение ежемесячно, где-то выходить на цифру 40-50% IPO. Это реальная статистика, я не вру, можно посмотреть, как многие трейдеры, там большого ума не нужно, инвесторы, приумножают свой капитал. Следующий IPO это IPO PagerDuty. Оно тоже показало нам рост. Это IT-единорог в сфере СС и кибербезопасности. Выстрелило оно достаточно прилично. Более 5% доходности мы захеджировали. 7 апреля открылись торги и мы собственно выходили через определенного брокера и через 4-5 дней появились шарты, то есть появились медведи, медвежьи позиции и мы просто ту позицию, когда мы входили в IPO, через 5 дней мы ее просто захеджировали. Это называется хедж, страховка. И собственно через 3 месяца полностью эту позицию мы, у нас маржа, маржа это называется залог на открытую позицию. Она просто нам вернется и мы будем в плюсе, примерно 1% платится за медвежью позицию в месяц, чтобы понимать 12% в годовых. Следующая IPO это IPO Zoom было 14 апреля. Zoom вы знаете, такая программка для конференций, то есть соединения людей посредством видеозвука, чата и совместного использования контента. Допустим, если нужно встретиться, пообщаться, с кем-то секретно вы созваниваетесь, как GoToMeeting, GoToWebinar мы используем такие программные приложения. Достаточно хорошо выстрелило, 80%, но считаю это хорошее IPO, достаточно хорошее, потому что у меня рекорд на IPO в 2017 году, первое IPO было Roku, это связано с телевидением, приставки, то есть каналы. У меня за 2,5 месяца заход был по 16, продажи по 45, больше 200%. И выстрел был хорошим. Как заходится на IPO? Каким образом любой человек может участвовать в IPO? в первую очередь вы все имеете доходность с общего капитала, который в программе CryptoUnit. То есть так как мы как фонд заходим в том числе в IPO, у нас планы на 1 миллион долларов зайти на IPO, участвуем мы через нескольких брокеров и сейчас мы рассматриваем брокера американского и заявка обрабатывается где-то 3-4 дня. И есть еще один из Белизовских брокер, через него проще заходить. Так вот, когда человек подает заявку, он заходит по первоначальной цене. К примеру, цена может быть 24. Но вот к примеру по Пинтересту, но в первый день торгов цена уже может быть 36. То есть цена сразу проскакивает определенный период времени и поэтому многие получают прибыль. Почему? Потому что очень большой спрос. Спрос больше предложений, поэтому цена растет. Так и что вам хочу сказать. Таким образом происходит спрос и цена растет. Либо цена падает. Но почему цена растет я вам рассказывал, что быки поднимают цену вверх, а медведей по сути нет. Следующий IPO, в котором мы тоже участвовали, это IPO Pinterest. Это социальная сеть в Америке. Больше процент клиентской базы это женщины. И она сейчас очень хорошо растет. Вот если посмотреть посмотреть. Мы заходили по 24, но сейчас цена даже повыше. Так сейчас 31, они сегодня падают на 7%. Но мы захеджировали по 25, где-то 25, и примерно такая доходность у нас составила. Ну у нас просто некоторые директора тоже участвуют в IPO, и мы тоже захеджировали их, чтобы они не брали большие риски на себя. Таким образом. Но это я сделал с уличного счета. Потому что есть счета на Белизе, есть в России. Ну это такие нюансы, дорогие друзья. Просто есть больше возможности на Белизе, в России, потому что в России более сильное законодательство, и Центральная Банковская Федерация уже очень сильно регулирует и дает те возможности для участия в IPO, чем раньше. Но за рубежом, конечно, таких барьеров нет. Поэтому рынок IPO он интересен, рынок IPO он перспективный, но чтобы вы понимали, есть такая фраза «Куй железо пока горячо», и пока IPO-шки выстреливают. Они растут. Помните, как было ICO, выстреливают 2018 год, 2018. Я ожидаю, что рынок IPO более фундаментальный, и цена все-таки будет еще расти, и это будет спрос. Пока рынок растет, американские фонды в рынке, они будут выстреливать. Сейчас американский индекс вчера показал максимумы. Максимумы за, исторические максимумы, индекс S&P показал максимум. Поэтому они будут расти. Но как только начнутся распродажи, цена полетит вниз. И в первую очередь будут продавать эти акции. Но мы же как торгуем? Мы заходим, появились шорты 4-5 дней, может быть, неделю, две, хедж. Появились шорты, 4-5 дней, хедж. Чтобы не брать риски на себя. По математическому вероятности большая часть IPO растет. На это и делается ставка. Как только IPO будет показывать негативную динамику, конечно, мы будем выходить из нее. Но пока они растут, и почему бы нам не приумножить наш капитал для наших инвесторов в программе CryptoUnit. Мы для этого и делаем. Это достаточно быстрые деньги. Это нам и нужно показывать сейчас. Ближайшие IPO для информации. Чисто для информации какие будут. Это Transmedics Group. Это хранение органов для трансплантации. Заявки уже сегодня можно было подавать. Вчера последний день для многих брокеров. Сегодня самый последний день. Следующее Beyond Meat это искусственное мясо, которое будет в бургеры добавляться. Быстро растущий производитель альтернативного мяса. Оценка 1 миллиард 48 миллионов долларов. Если брать Transmedics примерно 302 миллиона долларов. Transmedics компания убыточная и плюс у нее денег нет. В ближайшие три квартала у нее закончатся деньги. Чтобы вы понимали, она может выстрелить на дурачка, но компания фундаментально убыточная и может стать банкротом через 3-4 квартала. Поэтому будет хорошо подумать нужно входить в нее или нет. Но я не исключаю что она может выстрелить к примеру как пейджер либо Zoom либо Pinterest. Там и Pinterest более фундаментальная компания. Следующее это 9 мая IPO Uber оценка 80-90 миллиардов долларов. Очень крупное IPO, очень пиаренное IPO. Андерайтеры, то есть инвестиционные банки хорошую рекламу сделали у них есть большая клиентская база поэтому многие наверное будут участвовать мы еще будем это участвовать или нет я вам сейчас даю информацию чисто какие есть IPO в том числе сказать что мы будем участвовать или нет вы узнаете позже но пока еще мы принимаем решение именно по этому направлению почему я это говорю потому я пока главный человек в принятии решений по этому направлению следующее направление это сделки через алгоритмические торговые системы алгоритмические торговые системы с искусственным интеллектом Андрей говорил что у нас есть роботы торгующие на биржах так вот торговля осуществляется через биржи посредством соединения через API то есть API это определенные соединения автоматически при котором денежные средства остаются на вашем брокерском счету на бирже но робот уже может торговать программа находясь в другом месте что вы понимали во первых это защита то есть вашими деньгами никто не может воспользоваться для того чтобы это это сделать нужно создать паблики и секретки и передать их человеку кто занимается этими роботами ну и конечно эти секретные ключи никто не должен знать но они потом в принципе удаляются и не нужны то есть приходи в позицию автоматически выставляется стоп-лосс в размере двух процентов ограничение убытков цена пошла в другую сторону автоматически срабатывает стоп-лосс ну это в трейдинге есть такое понятие тейк-профит когда ты взял автоматический прибыль при достижении определенного значения цены и стоп-лосс и цена ушла ниже определенного порога автоматически срабатывает продажа закрытие сделки то есть ограничение убытка здесь тоже есть это смарт-лосс срабатывает стоп-лосс премьер к на к стоп-лосс И что этот алгоритм взял из себя? Он, человеческие недостатки он убрал полностью, то есть эмоции, это 30% успеха, да? И человеческие достоинства он умножил в несколько раз. Вообще, в принципе, робот это следствие научной работы, я много про него не буду рассказывать, очень многое может быть скептицизмом. Так вот, могу только сказать, что алгоритмическая торговая система сама выбирает торговый инструмент для входа в позицию, то есть за последние 10 дней были использованы торговые пары. Вот видите, эфир BTC, EOS BTC, BNB BTC. Вход был примерно, ну вот, из тех позиций, которые открыты, заход был примерно 109 эфиров. Доходность составила за эти 10 дней 8%, из которых 50% забирает алгоритмическая торговая система, то есть понятие прибыль, и 50% остается клиенту. Ну, так как это всего лишь тестовый период, поэтому мы пока только тестируем, присматриваемся и вкладываем только небольшие суммы средств. Этот алгоритм разрабатывался от 6 до 8 лет. Основатель ученый с большими грантами, он имеет гранты президента Российской Федерации, гранты Академии Наук. Ну, я могу сказать, что сначала это основывалось только на научной работе, и только лишь вторично придумали робота. То есть изначально это научная работа. Потому что очень многие создают роботов и нацелены на цель создать робота. Здесь была цель создать научную работу, анализ фундаментальных данных. А уже посредством этого решили потом, так как крипто направление стало позитивным и трендовым, решили создать робота. Вот, собственно, такая короткая информация. Есть еще очень много другой информации. Я не буду ее сейчас давать, в наше время ограничено. И планируем инвестиции около полумиллиона долларов. Пока инвестировано более 50 тысяч долларов в это направление. Ну и доходность вы, собственно, видели. Пока мы только присматриваемся, но доходность пока нормальная. Следующее направление. Да, и мы будем, конечно, следить и анализировать другие алгоритмические торговые системы. Потому что опыт у нас в этом направлении, дорогие друзья, большой. Помните, в 2012 году на Академии частного инвестора был еще такой курс инвестированный на автомате. И у нас тоже были торговые роботы, которые мы использовали. И они показывали доходность от 3 до 7% в месяц на валютных парах. И они, в принципе, хорошо работали. Потом через 2 года мы создали еще одного робота, который тоже работал, но не так уже успешно, но тоже работал. У нас есть определенный программист, который может разрабатывать торговые системы роботы. Я к нему обращался, создавал своего личного робота. На золоте он мне давал 30% годовых при флетовой ситуации по золоту. Это вот мой реальный результат. Поэтому у нас в этом опыт есть. И, конечно, мы не новички в этом направлении, но, конечно, хотим развиваться и повышать свой уровень компетенции в этом направлении. И одно из следующих направлений – это паевые инвестиционные фонды. Это инвестиции посредством обмена одного паевого фонда на другой. Что такое паевый инвестиционный фонд? Своего рода это, когда клиент покупает пай, и он получает долю в каком-то портфеле. Есть паевые инвестиционные фонды в России, они осуществляют выход через управляющие компании, банки, деятельность которых регулирует Центральный банк Российской Федерации, дорогие друзья. И в случае чего, если управляющая компания что-то там мошенническое делает, либо что-то неправильное, сразу лицензия забирается. Поэтому управляющая компания жестко регулирует Центральный банк Российской Федерации. Для нас это плюс в чем, то что деньги хранятся в надежном месте. Достаточно надежное место – это крупные банки, крупные инвестиционные компании, которые регулируют Центральный банк Российской Федерации. Здесь планируемые инвестиции тоже пока от миллиона долларов, но мы проинвестировали именно от программы CryptoUnit 28 тысяч долларов. Но у нас это направление уже работает более полутора лет. И я могу сказать, что средняя доходность от 3 до 5 процентов в месяц идет. Достаточно стабильная. И у нас есть реальный опыт. И помните, мы говорили, когда про глобальный инвестиционный портфель фонда SWIG. Потому что у нас есть глобальный инвестиционный портфель и есть программа CryptoUnit. По сути, инструменты одинаковые, но нужно разделять, потому что деньги пришли от программы CryptoUnit. Мы их вкладываем в одно направление. Но у нас еще есть портфель от фонда SWIG. Он уже работает полтора года. Там еще другие инструменты. Андрей Хавратов показывал месяц назад. И там у нас идет тоже доход. И по этому направлению, если брать апрель прошлого года. Помните, когда сканул курт доллара резко вверх с 58 до 64. 11 процентов было заработок только за один месяц. То есть, здесь идет заработок на колебание курса валют. Кто-то может сказать, что деньги в рублях. То есть, это валютный риск. Но мы на этом валютном риске зарабатываем. То есть, если доллар пошел вверх, мы знаем, как войти. Мы заранее заходим и выходим, когда доллар уже дорогой. И наоборот, если доллар падает к рублю, рубль укрепляется, мы сидим в рублях. Это облигация плюс называется. Ну, или рублевая облигация. И он тоже растет в цене уже не так сильно. Один, может быть, процент полтора в месяц. Не так сильно, но он растет. И мы знаем, когда выйти из него. То есть, есть определенные знания, способности и связи. И в то направление инвестирована тоже большая сумма. Только лишь мы взяли сейчас от программы CryptoUnit небольшую часть. Всего лишь 28 тысяч проинвестировано за прошлую неделю. Но еще будет инвестирована большая сумма средств. И тоже будет отчет по данной программе, дорогие друзья. И это гарантированный инструмент, дорогие друзья. Кто-то может сказать, у вас проекты рисковые. У нас большая сумма денежных средств хранится тоже в паевых инвестиционных фондах. И будет еще увеличиваться. У нас большая сумма денежных средств хранится еще на расчетных счетах на инвестиционном фонде. Пока откуда мы очень быстро можем купить, продать какие-либо финансовые инвестиционные инструменты. Встать в шартовую либо в олонговую позицию и в случае сильных колебаний рынка купить опционы в том числе на понижение либо на повышение. Если произойдет похожая ситуация 11 сентября, помните, 2001 года. Дай бог, чтобы такого не было. Но все может быть. Но в этой ситуации у нас уже есть инфраструктура. Помните, я говорил, у нас нет инфраструктуры. Сейчас она появляется. У нас есть инфраструктура, с помощью которой мы можем быстро приумножать наш капитал. Ну и, конечно, мы рассматриваем новые проекты в дальнейшем для того, чтобы заходить и приумножать капитал по программе Криптоюнит. Дорогие друзья, уважаемые партнеры. Глобальный инвестиционный портфель Криптоюнит. Да, это, можно сказать, одно и то же. Но поймите то, что было до Криптоюнита. Помните, мы говорили фонд SWIG и мы же уже инвестировали средства. У нас был свой резервный фонд в акции SkyWay. Андрей тоже расскажет про это или рассказывал. И мы уже инвестировали средства. А программа Криптоюнит, мы же запустили ее только 30-го числа. И мы сейчас отчитываемся за программу Криптоюнита конкретно. Да, в дальнейшем мы планируем это все как бы объединить. Но конкретно инвестиции есть, которые были до 30-го марта. И инвестиции, которые пошли от 30-го марта на программу Криптоюнит, чтобы вы понимали. Потому что мы же как фонд SWIG уже больше 4-х лет, мы тоже же приумножали капитал. Мы прибыль вкладывали в тоже финансовые инструменты для приумножения капитала. Потому что в основе стоят знания. Если у тебя есть знания, ты никогда не будешь бедным. Так, дорогие друзья, я, наверное, закончу коротко по этому направлению. Наверное, мне больше нужно будет времени в следующий раз. Будут у нас отчетные вебинары, где я буду еще более подробно рассказывать по этим направлениям. И сейчас я, наверное, передам слово. Благодарю вас, кто меня выслушал. Многое я не сказал про новые направления, но это в следующий раз. Потому что нам ограничено, у нас еще англоязычная аудитория будет. Вебинар нужно провести. И для итальяна провести вебинар. Благодарю Игорь. Благодарю Игорь. Это средства, которые ежемесячно у нас могут ввести. И я отчитываюсь за то, что вот, скажем, средняя, не средняя срочка, а вот в этом году уже некоторые проекты будут нам прибыль давать. Некоторые проекты, может быть, в следующем году. Но Игорь отчитывается за те проекты, которые ежемесячно у нас дают. И мы постепенно наращиваем именно в крипто-юнити, только по той причине, что мы изучаем эти направления. Благодаря тому, что ближайшую, вот мы ставим себе цель, банкинг UGPay, это банкинг не только просто финансовый банкинг, а банк данных. Мы хотим создать такой банк данных, где вы сможете через этот банк данных, мы хотим стать брокерами с лицензией, где давать возможность вам работать вообще по всему миру. То есть, когда вы можете зайти, создать вот в этом UGPay банкинге, будет учебный портфель из тех инструментов, с которыми мы уже работаем, вы сможете создать инструменты, посмотреть. То есть, знаете, как я всегда говорил, учиться инвестировать можно вообще без денег. Вот знаете, как это? Кто хочет узнать, как можно научиться инвестировать? Есть такие люди? Есть, да? Ну, отлично. Посмотрите, напишите себе, что я вам дал сейчас виртуальных 1 миллион юнитов. Вот напишите, да? Андрей Ховратов дал сейчас вам 1 миллион юнитов. Все предложения, которые, вот вы видели, в глобальный инвестированный портфель, направление, которое мы имеем, направление, которое мы берем, и еще, плюс те, которые предложения у вас идут, возьмите и эти миллион юнитов, миллион долларов, возьмите, разделите по этим предложениям. И смотрите в течение года, что происходит с этими направлениями. Вот то же самое мы прототип сделаем в UGPay банкинге. То есть, такой вот портфель учебный, где человек сможет учиться, но точно так же потом через UGPay банкинг приобретать разные инструменты, вот как мы сейчас отчитываемся, да, это входит в глобальный инвестиционный портфель. А еще, когда вы начинаете больше зарабатывать часть денег, как вот помните одно из заповедей, в заповеди, какая первая заповедь частного инвестора? Кто мне напишет? Кто мне напишет? Какая первая заповедь? 10%? Что такое 10%? Заплати себе, да? Откладывать, пока научиться откладывать, а потом инвестировать. Так вот, вы постепенно сможете откладывать и учиться инвестировать, а Академия для этого и создана, чтобы вас научить этому. Мы это делаем как глобальный инвестиционный портфель для криптоюнита, и еще плюс вы, каждый из вас, сможете благодаря этому автоматизированному портфелю вкладываться в разные направления и смотреть доходность. То есть вы будете видеть и учиться. Это, скажу, очень интересная вещь, потому что когда-то я, когда написал себе, что я сам себе рубил миллион долларов, я начал в течение полугода смотреть, куда бы я вложил, и каждый месяц этот отчет смотрел по каждому инструменту, куда бы я положил. Знаете, у меня эмоций было очень много, потому что я начинал понимать, что такое инвестирование. Так вот, дорогие друзья, тут вопросы были, когда бы по программе лояльности, да, у нас программа эта выполнена, и бонус для всех программ лояльности, для всех инвесторов, партнеров программы криптоюнита, так называемых, амбассадоров бренда криптоюнита. Мы смогли сделать эту программу, бонусы по программе лояльности уже за 3 месяца, и уже с 6 по 8 мая все, кто вошел в программу криптоюнита, с 30-го внутри 19-го, смогут получить бонусы по программе лояльности на бонусный счет 6 по 8 мая 2019 года. За первый, второй этап апреля 2019 года. Итак, хотите узнать, сколько? Кто хочет узнать, сколько? Ну тогда, знаете как, посмотрите у себя в кабинете, сколько у вас есть бонусов, баллов, криптоэмитов. Сколько у вас их там? Кто напишет? И сейчас давайте будем вместе считать. Значит, предположим, вы вошли в программу криптоэмит на сумму 500 юнитов в первый или второй этап. Вы имеете, не, ну 555 не может быть 100% таких, там может быть и 10 тысяч не может быть. Может быть на сумму вы вошли в 10 тысяч, на 10 тысяч сумму тоже, вот количество, количество, скажем, токенов, да, на баллы криптоэмитов. Вот, у вас или 175 тысяч, или 150 тысяч баллов на токене криптоэмитов вы приобрели. Есть, да? У кого-то вот 400 тысяч, да? Значит, смотрите, это на вчерашний день, я считаю, потому что завтра у нас будет цифра, завтра будет пересчет. Почему 6 по 8, потому что, ну, праздники сейчас из 6 числа уже айтишники посчитают, 6 по 8 числа будет начисление. Значит, вы можете посчитать следующее. Это на вчерашний день я брал цифры. То есть, если вы создали сеть партнеров и получили еще, а можете написать, сколько вы купили, а сколько у вас по сети партнерской начислено еще на сертификатном счете. Там вот есть сертификатный счет. Вот вы можете все соединить, и вы получите бонус по программе лояльности 6 по 8 мая на количество, вот, допустим, если у вас, вот как здесь написано, 200 вы получили по программе баллами по программе партнерской, и вы приобрели, да? То есть, вы вошли в программу. Итого у вас есть какое-то количество. Значит, у вас приблизительно, вот если 375 тысяч штук, сумма примерно, ну, это на вчерашний день, я считал 68,61 юнитов. То есть, это примерно 13,7% на сумму покупки, что мне кажется, очень даже хорошо. Если вы просто вошли в программу и не занимались развитием партнерской сети, тогда ваш бонус примерно 32,08 юнитов, да? Ну, у нас, не знаю, успели, не успели сделать наши айтишники после запятой, у нас были всегда целые числа, да? Но сейчас мы просили, чтобы сделали после запятой 6 цифр. Так вот, ну, значит, тогда 82 тысячи баллов и 90 тысяч, да? Вот, можете умножить. А я сейчас зайду и скажу, сколько это примерно может быть. Значит, с июня месяца у нас будет по каждой программе лояльности, она доделается, эта программа, там будет по разным пакетам в каждый период разные выплаты, а сейчас они единые, как бы, бонусы для всех. Так вот, если посмотреть сейчас, какое количество суммы, да? Вот, 5 миллионов у Ивана, 5 миллионов и 10 тысяч, а, 10 и плюс 10 миллионов, итого 15 миллионов у Ивана, но не хилый Иван. Очень неплохо даже. Так, сейчас, сейчас я зайду. И мы посмотрим, то есть, что на сегодняшний день у нас творится, да? На какую сумму нужно умножить? То есть, общее количество, которых у вас есть, кстати, завтра, когда будет первое число, я рекомендую до 5-го числа, до 6-го, что сделать? То есть, когда вы зайдете в портфель, вам необходимо будет выписать себе сертификат. То есть, есть там сертификат, вот в портфель, когда вы заходите, и вы должны выписать себе сертификат. То есть, вот сертификат, ему портфель, сертификаты, и у вас должно быть, вот с 1-го числа уже сертификатный счет, вот который у вас есть, там нужно будет написать выписка из реестра, да? И вот себе, скажем так, это все кликнуть, выписку из реестра, распечатать, это будет у вас количество, которое есть уже, да? И вот на это количество, на это количество, которое вот у вас будет, именно с 1-го по 5-е число, потому что у нас 1-го числа они переходят, скажем так, из счета такого долевого, долевого счета, они объединяются в один сертификатный счет, который восстановится. Это будет только с 1-го числа. Так вот, если сейчас посмотреть по статистике, я смотрю, общее сведение, сейчас посмотрим, я вам скажу, на какую цифру умножить. Количество, скажем, баллов на токены и криптоиниты, которые у вас есть, вам нужно будет просто умножить то, что вы сможете получить с 6-го по 8-е число. Так, сейчас. Сейчас. 0,00165. Вот где-то вот так. Ну, завтра, когда будет 1-е число, цифра будет точная. Вот, можете умножить количество баллов токенов, которые у вас есть, на 0,00165. Ну, примерно. Это не точная сумма, это ориентировочная сумма. Вот вы можете умножить, и вы увидите эту сумму, которая с 6-го по 8-го числа ляжет на бонусный счет в виде бонуса программы лояльности. И это мы смогли сделать не в августе месяце, как мы предполагали, а почему мы ставили сразу на август месяц, потому что, ну, вдруг бы мы немножко не успели, там, IT-отдел бы не успел, мы бы не успели сделать эту программу. Поэтому она у нас сделана, и на все токены, которые у вас есть, которые вы получили по программе партнерской на долевом счете, сертификатный счет, вот вы прибавляете и умножаете, и получаете определенную сумму. Ну, теперь можно обратную связь. Как вы считаете, это вообще круто или нет? Ну, насколько вам это нравится, скажем так? нет, это в деньгах. То есть, мы сейчас можем стопроцентно заявить о том, что мы идем вообще быстрее, чем мы себе планировали, потому что мы планировали первый этап закрыть, максимум, там, к 20 апреля мы закрыли его за три дня. Сейчас мы планировали в августе месяц, ну, там, вот июль, может быть, мы планировали, но все классно работает, эти отделы у нас очень быстро работают, мы взяли там еще нескольких сотрудников, поэтому все это быстрее начинает делаться, и это очень здорово, поэтому, да, взлетаем на ракете, я вам помните, говорил, что то, что было 30 числа, 30-го, 31-го, это была разминка. Вот то, что вы увидите, кто будет 1-го июня на встрече, вы кое-что узнаете, вот, готовьте, только хорошо держитесь, если тот человек, который как можно больше сегодня людей привлечет в наш бизнес, да, 0,30-167, да. Иван, ну, напиши, какую сумму ты получишь. Интересно даже. Приглаши. Ну, неплохо, мне кажется, да, если вы почитаете в этих, в процентном соотношении, разделите на сумму, которую вы инвестировали, и вы сразу увидите, вы сразу же увидите, ну, мы в юнитах платим, да, но вы потом можете же их выводить на любую валюту, на которую вы там, на себя. Вот сколько, на 234 доллара, получается, разделите на сумму, которую вы инвестировали, сколько это получается, тогда процент, доходность. 9 процентов, у кого-то 29. Да, с двухэтапов это. Ну, за один месяц, фактически, сегодня ровно месяц. У кого-то 681 даже, вообще круто. У кого-то 7. Ну, наверное, вы 100 долларов вложите, тогда это получается 7 процентов, наверное, да, почти 10 процентов. Ну, вот, дорогие друзья, то, что мы говорили, и то, что, ну, скажем, в ближайшее время вы увидите, да, мы говорили, что мы хотим создать наилучшие возможности для наших партнеров, для тех, кто поверил нам и двигается в нашу сторону. Но это еще не дивидендный доход. Программу лояльности, мы ее планировали оставить до 20-го года, или 21-го по программе, но мы сейчас ведем переговоры, чтобы она всегда работала в течение полугода, то есть она будет работать на полугодовалых новых партнеров и новых клиентов, скажем так, да, то есть она будет работать только на них. А вот старички, они будут получать дивидендный доход, который будет, ну, достаточно постоянно расти, потому что чем больше у тебя есть баллов токенов, а потом они будут уже криптоюниты, когда мы через биржу уже не выйдут настоящими криптоюнитами, да, то есть даже не токены, а именно криптоюнитами, то, дорогие друзья, это будет достаточно ощутимый дивидендный доход. И те, скажем, доходы, которые мы планируем создать, и мы знаем, как создавать эти доходы, потому что, ну, я вам приведу простой пример, да, в течение всей моей жизни я всегда учился, как делать прирост капитала. Однажды я начал свой предпринимательский бизнес еще в Мурманске, я жил, знаете, там мне моряки привозили сигареты, и даже сигареты, вот если взять доллары, да, я вам рассказывал, что я начал с того, что у меня было на 3 доллара денег. Я вот с этих 3 долларов через неделю у меня уже было больше 20 долларов, а за следующую неделю больше 100 долларов в аборате у меня было. Каждый день покупал, продавал доллары, тогда я это ощутил. Потом я начал дополнительно заниматься тем, что родители мне присылали, ну, скажем, в Мурманске, я жил тогда в 90-е годы, там дефицит был водка, а родители мне водочку присылали посылкой. Я ее продавал, на них покупал сигареты, отправлял там, скажем, в магазины комиссионные, и таким образом продавал, да, еще вкладывался потом в прибыль, вкладывался еще в доллары. Когда я начал заниматься предпринимательским бизнесом, то я с очень маленьких денег всегда поднимался на большие деньги. Всегда, я вспоминаю, один из таких кризисов был, когда кинули на бензине, это был 90, оказывается, четвертый год, то есть я все свои деньги вложил, заработанные, меня кинули тогда, фирма кидаловская появилась. У меня осталось полторы тысячи долларов, я пил себе, я автобус, микроавтобус, мы с товарищем вложили по полторы тысячи долларов, и уже через год у нас в обороте было 250 тысяч долларов. Мы там продуктом питания не занимались, с сахаром, почему я знаю, очень многие фишки по сахару, скажем так, и одно из направлений в будущем, в ближайшем будущем, одно из направлений, это заниматься сахаром по всему миру, потому что я знаю некоторые тенденции в свое время, когда я начал заниматься сахаром на уровне своего города, и я стал, скажем, весь сахар по моему району, 130 тысяч человек, 90% потребителей были через мой склад. Вот сахар, это тоже один из таких направлений, достаточно весомых в бизнесе. Но в том числе и рынок ГСМ тоже достаточно весомый, в который тоже можно входить. Знаете, вот некоторые говорят, нужно бороться с ГСМ, нужно бороться с нефтью, ну и так далее, и так далее. Не надо ни с чем бороться. Вот я предлагаю всегда, знаете, что делать? Давайте мы будем зарабатывать деньги, потом покупать эти все нефтяные компании, а потом их возьмем и закроем. Заработаем у них денег, а потом возьмем и закроем и будем зарабатывать на другом. Мы только на алмазных пластинах для космической промышленности столько будем зарабатывать, что вы себе даже не представляете. Не говоря уже о золоте, о других направлениях, о том же киноискусстве, ну и так далее. Когда мне предлагают некоторые люди на миллиард, на 10 миллиардов бизнеса, я смеюсь, потому что я им говорю, ребят, на моей голове уже давным-давно не 10 миллиардов, на моей голове давным-давно уже 10-100 триллионов долларов. Вот на какие бизнесы я ориентируюсь, потому что со Skyway у нас только рынок Skyway в 500 триллионов долларов без инфраструктуры. Если еще создавать инфраструктуру, это будет 5000 триллионов долларов вообще, которые мы должны до 2065 года. А если выводить вредное производство на обиды Земли, сделать Spaceway, да, ребят, там вообще будет, вы себе даже не представляете. Поэтому 35% людей, когда нам удастся объединить 35% людей, чтобы они были образованными, это люди будут настолько богатыми, вы себе даже не представляете. Насколько еще, да. И не просто богатыми от слова финансовые богатства, а именно богатые, потому что богатство — это понятие совсем другое. Вы знаете, есть такие вот пять направлений истинного, скажем, такого, можно сказать, богатства, можно так, наверное, сказать, да, которое состоит не только в деньгах, а вы представьте пять направлений, да, это есть гармоничная модель развития личности. Безинец — это здоровье, это отношения, это эмоции, это финансовое благополучие, а это судьба, да. Вот когда человек развивается гармонично во всех направляющих, тогда он истинно богатым является. Поэтому одна из главных задач — не просто деньги зарабатывать, а чтобы люди могли понимать, для чего они зарабатывают и куда двигаются, потом эти финансы, они двигаются в разрушении или в созидании. Если эти средства двигаются в созидании, одна из задач — это создание еще, вот есть блокчейн-понятия, которые мы будем использовать, а одно из понятий, которые мы будем создавать, я об этом говорил, это Interchange System. Что это такое? Я об этом тоже говорил, в видео у меня есть записано, Interchange System. Это очень сильное понятие, в которое мы будем вкладываться, естественно, с прибыли, для того, чтобы создать именно вот это направление Interchange System. Это система взаимообмена между пользователями. Поэтому я всех поздравляю, и я думаю, что за май месяц, вот тот, кто за май месяц привлечет еще больше людей из своей ряды, кто сделает вот эти задачи, которые мы поставили, вы увидите, что произойдет с вами в июне, в июле, в августе, в сентябре. Вопросы и ответы. Вот я отвечу на несколько вопросов. Да, вот последние новости, кстати, вот вышли. Да, сегодня, сегодняшний твиттер Эмир Дубая, премьер-министр и вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мохаммед Ибн Рашин Альт Мактум написал, «Не одобрили пакет проектов развития, чтобы продолжить строительство Дубая как лучший в мире город. Проект Skyway, 15-километровая городская транзит-система, будет перевозить пассажиров вдоль небоскрыбов Дубая через 21 станцию». Дорогие друзья, это вот еще одно из наших поздравлений, да, видео есть, сейчас оно по всем чатам у нас раскидано, поэтому я вас поздравляю еще и с этим направлением, дорогие друзья. Так, сейчас я зайду в вопросы-ответы. Вопросы можете писать только, вот я буду читать их вопросы только с файла. и мы сейчас быстренько, да, да, полтора часа никак не получилось, да, никак. Сейчас постараемся отобрать самые интересные вопросы, потому что те вопросы, на которые я уже отвечал не раз, я не буду на них отвечать, дорогие друзья. Смотрите, вопрос. С августа участники закрытого клуба будут получать дивиденды и выплаты по программе лояльности. В столице, которую мы показывали, был указ дивиденды, а на вебинаре, а на вебинаре, да, он вам сказал, что дивиденды по программе лояльности будут выплаты с августа 2019-го, объясните, пожалуйста. Ну, я уже объяснил, да, у нас программу мы сделали, программа лояльности, она готова уже с мая месяц. А дивидендный доход, дивидендный доход, скорее всего, у нас начнется, когда мы выйдем на СПУ на биржу, мы раньше просто не сможем платить, иначе это будет нарушением. Поэтому я и написал, что август, октябрь, вот сегодня я написал, что дивидендный доход, у нас август, октябрь, скорее всего, будет. То есть, если вдруг нам получится, что мы 8 этапов пройдем к августу, то как только мы сможем взять СПУ, мы сразу же сможем платить дивидендный доход. Поэтому компенсация у нас может быть через программу лояльности. Я проплатила криптоюни 28 апреля позднее, чем мои партнеры. Мне ничего не начислили на бонусный счет. 200 юнитов я смогла собрать только к 28 апреля. Писала в техподдержку, они ответили, чтобы обратиться к вам лично. Друзья, я все понимаю, что вы не смогли собрать раньше, ваши партнеры пришли раньше, чем вы. Поэтому я хочу сказать следующее, что следующие бонусы вы будете получать, это тоже хорошо. Но мы объявили, я объявлял о программе криптоинита еще в феврале месяце, март месяц весь был. Можно было заработать эти деньги, зайти в начале, когда это еще 400 стоило, не 530. Поэтому давайте, как говорится, есть определенные правила, которые для всех. И вы знаете, вот если человек хочет, я видел, вы знаете, вот когда мне говорят, денег нету, мне смешно становится. Знаете почему? Потому что когда у меня не было денег, вот я вам привожу примеры своей жизни, когда у меня не было денег, мне очень хотелось поехать на мероприятие, обучающее мероприятие, где было 20 миллионеров, эксклюзивное там, всего 40 человек семинар был, 20 миллионеров, 20 студентов, грубо говоря. Я заработал за 2 недели деньги туда и на оплату отеля. Это было 550 долларов. Обратно у меня билета не было. Я заработал деньги непосредственно в отеле. Я помню, когда пришел парень однажды ко мне, сегодня мы провели встречу, завтра он пришел, принес деньги и оплатил, а грец взял, он, говорит, занял у знакомого на неделю. А послезавтра он пошел работать по домам, взял 2 16-этажки, да, приходят деньги, говорит, я могу еще, говорит, купить. Понимаете, да? Если человек хочет, то он деньги всегда, к нему придут возможности. Вопрос, и когда, проблема в деньгах, проблема не в деньгах, проблема в принятии решения. Если человек принял решение, деньги к нему придут. Поэтому я всегда настраиваю людей на то, чтобы вы приняли решение. Нужно думать не о деньгах. Когда вы циклитесь о деньгах, тогда, естественно, денег не дут у человека. Я вам говорю, не потому, что я такой вот крутой, а потому, что я был в вашем состоянии. У меня были такие моменты иногда, когда у меня не было денег. Послушайте, моим любимым с Игорем Жабиным. Я там разоткровенничался и рассказал некоторые моменты про себя. Так вот, послушайте, когда у меня не было денег, но я принял решение, и откуда эти деньги взялись. Послушайте, пожалуйста. Когда мы можем получить процент по криптовизе, не помню вопрос. Так, дальше вопрос. Какой периодичностью планируются выплаты по программе лояльности? Ну, сейчас у нас программа настроена на месяц, но у нас есть, как бы, консультируют нас ребята и говорят, вы можете устраивать хоть каждый день, хоть каждую неделю, но мы не будем устраивать каждую неделю, это точно. Но у нас в программе сейчас модуль дорабатывается, но вот сейчас пока каждый месяц. 1 июня начнет на вебинар, если за этот месяц что-то изменится, то я объявлю вам интересные новости, которые я планировал еще с ноября месяца. Если мы успеем за май сделать то, что я хотел. Можно ли будет передать наследство криптоюнит? Конечно, можете передать, это с законом разрешено, вы нотарицу можете оформить это все. Добрый вечер, я пенсионерка, мне 64 года, я вошла 4 апреля на 530, на следующий день код стал 100 долларов. Смотрите, все, кто купил на 100 долларов, от меня был подарок именно пенсионерам по 2000 токенов. Это раз, да? Второй момент, на 530 вы же купили продукт и бонусом получили акции Skyway. Дорогие друзья, сейчас я посмотрю, сколько это на 530, да, акций Skyway, сейчас я гляну. Ну, это, когда капитализируем мы, а мы по-любому капитализируем их, и очень быстро. Сейчас мы посмотрим на 530, это значит стандартные, я так понимаю, 530, да? Да. 530, это 15900, через 35 лет, это очень большое наследство для ваших вообще внуков, правнуков, детей, скорее всего, и проправнуков, потому что через 10-15 лет стоимость, ну, можете как минимум, это стоимость может быть, когда мы построим 100 тысяч километров дорог, акции Skyway стоят минимум 100 долларов. Почему? Потому что вы видели, на IPO выходит 15 долларов, 25 долларов, Levi's вышел по 27 долларов. Как вы думаете, мы не можем по 27 долларов выходить на компанию вообще с таким глобальным направлением? Я думаю, что когда мы увидим на IPO, цена должна быть, наверное, как минимум 50 долларов, как минимум, и мы вот догоним за очень короткое время просто 50-200 долларов, я уверен в этом, а то может быть и 300 долларов. Так вот, как только будет построено 100 тысяч километров дорог, цена будет минимум 100 долларов. Умножьте эту сумму на 100 долларов, это полтора миллиона долларов. А с помощью технологии 64 года, не так уж и много лет, вы можете использовать технологии омоложения, правильное питание, еще прожить лет 20-30. Это 100% если занят за своим здоровьем, питанием. Далее. Скажите, пожалуйста, можно ли сделать дешевый вход в криптовид, так как задача в том, чтобы как можно больше приняли участие в программе простые люди. Да, нам пишут такие вещи, 11-го числа приходите на вебинар, будут вести Максим и Сып, и там готовятся анкеты, и в этих анкетах будут вопросы, и чем больше людей ответят на эти вопросы, тем быстрее мы сможем принять какие-то решения. Я являюсь пенсионером уже два года, но мне 58 месяцев только в июле. Очень досадно и, честно говоря, неприятно, такая персональная привилегия. Ну, были... Кстати, для пенсионеров мы тоже продлеваем... продлеваем... Ника, запиши, пожалуйста. Для пенсионеров мы тоже продлеваем до 1 июня, до 30 мая. Андрей, добрый день. Рассматриваете ли вы инвестиционные предложения проектов для участия в портфеле? Да, конечно, рассматриваем. Пишите в службу поддержки. Они будут передавать нам, и мы будем рассматривать. Сейчас мы готовим анкету, где все предложения будете писать по этой анкете, и мы будем их все рассматривать. Потому что, если интересные предложения, мы обязательно будем их рассматривать. Смотрите, здравствуйте. Мы сможем пытаемся уже купить АИП-4 Криптоюнит. Вот здесь, смотри, какая ситуация. Сверхите в службу поддержки. Дана такая у нас задание, что если люди прикрепили платежку, но сегодня вот, ну, еще не получили, но платежка ваша есть, вам зачислят эти деньги. К службе поддержки мы эти задания дали. Если это в России, значит, это все будет. Обязательно совершите службу поддержки. Скажите, я сейчас сказал, мы дали эти задания. То есть, если прикрепленная платежка у вас есть, что вы оплатили, вам эти деньги зачислят счет. А то, что Сбербанк карту блокирует, они там больные на голову в этом Сбербанке. Знаете, какая у меня главная цель? Выкупить Сбербанк и уволить там большинство сотрудников, или отправить работать на Дальний Север. Я даже знаю, сколько стоит Сбербанк. И у меня в Яндексе 15 тысяч пополнял, меня заблокировали. Две недели потратил на то, чтобы прийти. Вот я себе ставил вот такую цель. В ближайшие 5 лет выкупить Сбербанк. Потому что он к тому времени не нужен будет, если у нас будет ИДЖП-банк. Нам в любом случае в каждой стране нужны будут весомые банки. И чем привлекательный Сбербанк? В том, что у нас самая большая сеть киосков, точек, розничных точек. Поэтому это очень хорошее предложение. Здравствуйте. Повлияет ли базиль 3 на программу Криптоинет? Нет, не повлияет. Наоборот, он усилит программу Криптоинет. Потому что, если вы слышали сегодня внимательно, я планирую, чтобы под каждым токеном мы подкрепляли золото и бриллианты. Сначала это может быть 0,01 грамма, потом 0,1 грамма, потом может быть 0,1 грамма и так далее. То есть у меня есть свои цели, свои планы. Именно в этом плане сделать высокую ликвидность нашему Криптоинету и высокое подкрепление. Очень важное подкрепление должно быть под Криптоинетом. Не просто воздух гонять. В каком блокчейне будет функционировать Криптоинет? Пока это на базе Эфириума. И мы выбираем сейчас, какой мы будем брать. Сегодня огромный блокчейн. Мы его немножко подпилим, заточим под себя и все будет нормально. В какой уриспредикции фонд Криптоюнит? Значит, у нас в трех... Вообще у нас в нескольких направлениях и юриспредикциях. Значит, в Соединенных Штатах Америки в Деловере есть Криптоюнит-компания. В Британские и Виргинские острова у нас есть компания Криптоюнит. И у нас компания Юнит есть, которая будет именно криптовалютой. Юнит в Эстонии. У нас есть компания, опять же, связанная с нашей... Мы получаем лицензии на криптовалюту и все остальное. Это в Сингапуре. И там тоже мы планируем криптоматы оставлять. То есть у нас фактически во многих странах есть... Сегодня у нас 55 компаний, примерно в 30 странах работает. Но основная именно юрисдикция Криптоюнита это британские и врединские острова и это ДВВ в Соединенных Штатах. Да, именно под Деловерской компанией Криптоюнита мы готовимся к комиссии по ценам бумаг с Америки. Именно Деловерскую. Вы знаете, у нас есть хорошие консультанты. То, что там написано к суду, да. Вы знаете, в интернете много чего пишут для того, чтобы ограничить эти вещи, да. В интернете много пишут, что криптовалюты там плохо или хорошо, но тем не менее государства пачками просто скупают. Многие государства скупают криптовалюту, в том числе и ДВВ. И это все просто для того, чтобы каким-то образом повлиять на курс криптовалют, на рост или на спад. Поэтому то, что вы говорите, что АСЭК считают компанию, выпускающую Security Token, вращают законы и привлекают анализов к суду, но тем не менее по СТУ уже одна компания вышла на NASDAQ, а вторая компания вышла на лондонскую фондовую биржу. Почему тогда не выходит, если это незаконно? Задайте себе вопросы. Поэтому то, что пишется иногда в интернете, нужно перепроверять. И кто пишет? Почему бы не повышать вход в программу закрытого клуба криптовалют, дорогие друзья? Мы об этом объявляли с марта месяца, что у нас бы повышение до того момента, субборное плавание не выйдем, то есть субборное обращение. Вот тогда уже можно через биржу будет купить. Цену, которую мы ставим себе на выход на биржу, это от 10 до 50 центов. А сегодня вы можете посчитать, какие возможности. Поэтому человек имеет две выгоды. Это возможность стать соинвестором Skyway и в будущем сделать очень хорошую пенсию себе, своим детям и внукам, и уже примерно лет через 10 хорошие дивиденды даже получать. Потому что когда мы выйдем на IPO, оно 100% выйдет на IPO, уже через 10 лет мы 100% на какой-то фондовой площадке будем торговаться. И мы предлагаем возможности, которые вообще бывают исключительно редко. Поэтому человек не просто платит деньги, он получает бонусами еще для Skyway. И плюс еще получает возможность входить в программу криптиметра. И повторюсь, если человек сильно хочет и принял решение, деньги он заработает. Он деньги заработает. Если рассказать тысячи людям о возможности Skyway, с ВИГа, Академии частного инвестора, то есть тысячи человек, а и можно рассказать тысячи людям на сегодняшний, вот сегодня по сегодняшним технологиям, за месяц, за полтора. Так вот эти люди, из тысячи людей, как минимум, вот скажу, как минимум 100 человек, которые проинвестированы со средней ценой, там 100 долларов, минимум. Вот вам 100 тысяч долларов объем, где вы можете заработать 8 процентов, 8 тысяч долларов. Если человек, конечно, сильно хочет. Если у человека есть много причин этого не делать, а причины всегда находятся, поэтому своему мозгу нужно задание «я хочу», а не искать причины. Поэтому если человек ищет возможности, он их находит. Если человек ищет оправдания и причины, конечно, он их тоже находит. Какие проценты ежемесячно ориентированно можно ожидать по программе крепления и сформирования институционного портфеля для инвесторов закрытого кубка? Дорогие друзья, процент, вот когда вы просите у меня процент, я не могу вам говорить. Я могу вам 100% сказать, что от 8 до 35%, средняя цифра, это будет 20-25%, от прибыли наших инструментов, куда мы вкладываемся, мы будем отдавать на дивидендный доход. Сколько это будет в процентном соотношении от вложенных средств, я не знаю, потому что я не знаю, сколько вы вложили. И те люди, которые вошли в начале, у них процент будет гораздо выше на вложенный капитал, чем те, которые войдут через год или через два или через полгода даже. Простой пример. Те люди, которые входили в Microsoft в 1980 году и покупали акции на 10 тысяч долларов, в конце 90-х имели капитал больше, чем 10 миллионов долларов. почему? Потому что они 10 тысяч акций тогда за 10 тысяч долларов. Цена, если не ошибаюсь, была на уровне полтора доллара, кажется, Microsoft в 1980 году, когда вышли на IPO. Или 5 долларов. И вот посчитайте тогда, это 200 акций. Если простой пример привести, Стив Джобс, Стив Возняк и Рон Уэйн вложились в Apple в 1976 году. через примерно 3-4 месяца Рон Уэйн вышел и сказал, верните мои 8 тысяч долларов. Это 10 процентов, 800 долларов, это 10 процентов было. Сегодня его доля, его доля, те, которые 800 долларов он тогда получил, можете посчитать, она стоит около 90 миллиардов долларов с годовым доходом, если в процентном соотношении посчитать, это сумасшедший процент. Почему? Потому что он тогда вошел. Но те, кто купил тогда, они имели выгоду. Поэтому чем позже люди покупают те же акции или токены, и у них возможностей тогда меньше. Но тем не менее, они тоже высокие возможности для получения дивидендного дохода и для создания ликвидности своих активов. Поэтому мы хотим как-то нить создать ликвидным финансовым инструментом для тех компаний, с кем мы будем работать через банкинг, который мы и пытаемся и создать и потом работать. А вот юнит криптовалюта, это будет обменная единица, которая будет торговаться в свободном обращении, у нее будет разный курс. Но криптоюнит это глобальный институционный портфель, под ним заложен глобальный институционный портфель, дорогие друзья. Поэтому процент, который вы будете получать, вот мы сейчас увидели, кто-то там 40% получил, кто-то 3%, кто-то 7%. В зависимости от количества, первое, приобретенных, а второе, полученных бонусом. Поэтому у вас есть возможность, чем больше людей вы вовлекаете в программу SWIG, в программу закрытого клуба криптоюнита, тем больше вы можете бонусом именно токенами, баллами на токены криптоюнита. И тем больше вы получите соответственно в процентном соотношении дивидендентного дохода в будущем. Да, соцпрограмму для пенсионеров мы продлеваем до 30 июня. Планировали до 9 мая, до 10 мая, но сейчас до 30 июня мы продлеваем. Когда переход на 14 этап, к сожалению, я не знаю, эта компания объявит. Я думаю, в мае месяце объявят, скорее всего. Сколько будет акций в обращении на криптобиржах? Непонимый вопрос, скажу честно. Сколько будет акций в обращении на криптобиржах? На криптобиржах мы выносим, вы видели, там 20 миллионов токенов будут проданы через криптобиржи. У меня спрашивают, почему крупные инвесторы не вкладывают деньги в Skyway. Дорогие друзья, а шейх Шаджи Эмиратов и Дубай это, наверное, что-то говорит или нет? Я думаю, как-то будет странно. Просто есть крупные инвесторы, которые хотят завладеть твоим бизнесом, но Антон Дорогич Юницкий не школьник и не этот самый, чтобы создавать бизнес уже практически времена. Поэтому лично мы знаем и мы привлекаем людей, которые вкладывают большие деньги в Skyway. Достаточно большие. Просто некоторые хотят на своих условиях вложить и поставить условия Антону Дорогичу Юницкому, но условия ему ставить нельзя, не нужно, потому что он знает, куда он идет. Поэтому либо по тем, скажем, уже отработанным механизмом нужно вкладываться, который предлагает компания Skyway, либо тогда ждать, когда на IPO выйдет и цена будет 150 долларов. Вот здесь вопросы к службе поддержки. В крайнем случае пишите Татьяну Осибову, руководитель службы поддержки, она помогает решить все вопросы. Так, мне вопросы отвечал, отвечал, там все похожие вопросы, на которые я уже ответил. Так, Андрей Федорович, я боли в Энгельс с октября 2014 года, мне 78 лет, на первой конференции СВИК получился вице-консультанта. Вот скриншот. Позднее я стал опять партнером. На прошлый итогов вебинаре вы сказали, что наш инвесфонд поделился за тем, что однажды получился не понижается. Хорошо, давайте я тогда вам расскажу. В 2014 году мы открылись, и отвечу на ваш вопрос. А через 4 месяца открылся капитал, скайвей капитал. И вот Энгельсин тогда мы дали полтора года людям, чтобы подтвердили свой статус. За полтора года вы не смогли подтвердить свой статус. Почему мы это сделали? Потому что огромное количество людей начало уходить в капитал, получая у нас бонусы, вкладывали в скайвей капитал. Задаем вопрос, зачем мне это надо? Мы сделали один раз тогда такую вещь, после этого у нас не было понижения. Поэтому у вас было полтора года тогда с лета 15-го года по сентябрь 16-го года. то есть это год и три месяца было. И тогда можно было я думаю подтвердить свою квалификацию. Мира, еще раз отвечаю, что с пенсионерами, которые вступили на 400 юнитов. Ребят, вы же на 400 юнитов получили доли в подарок как как skyway. Ну, это, мне кажется, очень здорово. Даже тот, кто на 100 юнитов сейчас вошел в программу криптоюнит, у вас очень хорошие будут доходы, вы себе даже не представляете в ближайший год. Но я думаю какие-то пересмотры, как они могут быть, когда мы уже конвертация сделаны, когда это все уже отдано компании, это уже нам не принадлежит, это уже вы уже, ну, скажем, в компании skyway напрямую уже связаны с ними. Надо ли оформлять индивидуальное предпринимательство, чтобы вводить средства из счета ежемесячно? Конечно, надо. То есть, если вы получаете доход, то вам необходимо, но есть много направлений, когда вы можете выводить через другие, скажем, системы, и тогда вам не нужно предпринимательство открывать. Также мы сейчас готовим вот этот кошелок UGPay, я думаю, в мае месяце, после 10-го, там, 15-го мая он будет работать, заказать карточку визу MasterCard и получить возможность выводить через банку, то есть, снимать в банкоматах эти средства. Можно ли сделать для пенсионеров покупку 100 юнитов на каждом этапе? Давайте 11-го числа мая будет, там, скажем, Максим Исып, член департамента многоуровневек краудинвестинга, проводить презентацию. Сейчас, каждую субботу, с 11-го мая, каждую субботу будет проводить департамент многоуровневек краудинвестинга вебинары. То есть, первый вебинар 11-го, на Максим Исып, если не ошибаюсь, Петру Жалба, третий, Мила Сердюкова, четвертый, четвертый, кажется, или Дмитриевченко, а четвертый Мила Сердюкова, то есть, за май месяц. Что-нибудь расскажете про адресный проект Московской области. Нам предложили сейчас землю, мы уже 100% знаем, в каком районе будем, и у нас есть два участка, один 3 километра, один 7 километров. Мы рассматриваем, какой из них, и тот, и тот, в дальнейшем до 30 километров связывание два города. Поэтому, 15 числа мы встречаемся с руководством, я еду специально в Москву, чтобы с руководством этого района встретиться и с представителем торговой промышленной палаты этого района, и мы готовим, кажется, в июне месяце большую делегацию с Московской области именно поездку в Экотехнопарк для того, чтобы вопросы изучать. То есть, будем держать в курсе, как все получим, сразу будем держать в курсе. Наша цель в этом году залить первый бетон. Ну, хотя бы забор, хотя бы забор, ну, либо хотя бы бетон под какую-то опору. Ну, в зиму, наверное, мы не будем, в зиму только, скажем, будут производительные работы, а уже с весны, следующей весны, будут активные строительства. Все хорошо уйдется в этом направлении, скажем, местной власти, особенно, когда сейчас видят информацию, что в Арабских Эмиратах это происходит, то я думаю, что это хорошая такая свеча под зад местным властям, скажем, не только в России, наверное, но и в Белоруссии, в Украине. Вот еще один момент по Skyway. Много ли в Skyway собрали деньги? Вы знаете, что за март и за апрель месяц, особенно за март, мы компании дали столько денег, когда еще никогда не давали. Вот за март и за апрель, за два месяца, и у нас не было никаких переходов, ничего, только благодаря программе CryptoEmit, мы компании Skyway дали денег, ну, никогда столько не давали. Если вы будете говорить с декаблем, когда был такой импульс, переход на 13 этап, вот мы за два этих месяца дали в два раза больше, так хочу сказать. Хорошо, дорогие друзья, я не вижу больше вопросов, всем всего самого наилучшего. Еще раз хочу поздравить с майскими праздниками, с Днем Победы, который будет 9 мая. Всегда люблю смотреть парад на Красной площади, кто участвует в Бессмертном полку, вам большая тоже благодарность, я тоже вот собираюсь, не знаю, хотел в этом году, не получается, не купил я форму себе, хочется мне купить форму, которая у меня была в советское время. Старшина такая, с бандами, с орденами. Поэтому всего самого наилучшего. День Победы, как он был для нас, далек, песня есть такая хорошая, поэтому кто-то, наверное, фильмы, я люблю фильмы смотреть про войну на 9 мая. Хочу сказать, что, знаете, самая главная задача в мире, и вот до 2014 года, знаете, когда мы что-то праздновали, забывали говорить, что за победу, да, и за мирное небо над головой. А вот последние, вот, четыре года, я уже все тосты всегда говорю за мирное небо, потому что, знаете, неприятные моменты, все эти неприятные моменты в мире только лишь из-за того, что существует классовое неравенство. И вот сто лет прошло, боролись с царями, с королями, с султанами, а сто лет прошло, ничего не изменилось. Но сегодня только кто виноват? Олигархат, президенты типа и так далее, и так далее. На самом деле, это уловка, это сценарий, скажем, финансовых императоров, которые сегодня манипулируют обществом. И общество манипулировать возможно только тогда, когда общество и люди не развиваются личностно. Если люди будут развиваться личностно очень сильно, финансово, инвестиционно грамотными людьми будут, невозможно таким обществом манипулировать. И тогда это общество, и я верю, на тысячу процентов верю в то, что пришла новая эра, эра объединения, эра люди могут решать всё коллективно, всё решать коллективно, но для этого нужен высокий уровень сознания. И я хочу сказать, что программа Академии частного инвестора настроена на то, чтобы поднять очень высокий уровень сознания в массах людей. И цель моя, как Андрея Ховратова, прогрессивного человека, это миллиард человек, которые хотя бы должны изучить восемь правил частного инвестора, не говоря уже о других этапах образования. Вот если миллиард человек у нас образуется, образованным будет, а когда у нас будет вообще 35% мы объединимся в программу криптоюнита, мы очень быстро сможем решить огромное количество несправедливых моментов, и самое главное, мирным эволюционным путём. Вот что я хочу сказать. Мирным эволюционным путём. Поэтому в честь праздников и Дня Победы и 1 мая желаю всемирного неба над головой, чтобы мы думали только о мире, о благополучии, о том, что всё можно в жизни получить, чего ты хочешь, для этого нужно только лишь большое желание и исключительно не просто гомо-сапиенсом человека разумным, но ещё и гомо-смиритусом человеком духовным и нравственно высоким. Всем всего самого на лучшего. Пока-пока. С вами был Андрей Хавратов. Субтитры создавал DimaTorzok